Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 февраля 2017 года, вторник. По одному из старинных, 32-й день, месяц в юг и стужа, 7525 лета, третейник. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Человек и Вселенная». И в этом эфире мы затронем темы появления человека на Земле и то, что мы все инопланетяне. Автор-сказитель Феденко Леонид Григорьевич. Здравия, Олег Григорьевич! Здравия, Алексей! Здравия, уважаемые радиослушатели! Не первый раз мы уже встречаемся в эфире, говорили про много чего интересного. Где-то какие-то вопросы были спорные, где-то очевидные, где-то спорно очевидные до тех пор, пока человек не включат мозги. Ну, по-разному. Сегодня тема вообще, вот вообще выходящая за рамки представления обычного человека — это человек и Вселенная. Во-первых, многие люди не понимают, что такое слово «человек», если уж так разобраться. И второе уж совсем трудно понять, а тем более уж объять необъятное, то есть Вселенную. И уж если продолжать дальше копать, то появление человека на Земле — это вообще тайна. за семью и печатями многие люди так и не имеют представления о том, как человек появился, кроме той, как сказать, темы, которую долго-долго всем вкладывали. Называется эта теория дарвинизма, теория Дарвина. Ну, в кавычках, конечно, теория Дарвина. Сам Дарвин несколько по-другому говорил, но принято так называть. Теория Дарвина — появление человека на Земле. И тут, опять же, многие даже не знают, что такое Земля. Кто-то её считает плоской, кто-то её считает в виде чаши, кто-то её считает круглой, кто-то считает яйцеобразной. Да мало ли как, да? То есть и тут спорные вопросы, опять же, и множество подвопросов. И уж третий по теме — все мы инопланетяне, ну, это вообще уже вынос мозга револьвером в голову. Так что, как говорил Штирлиц, мозгами надо пораскинуть, да? Когда улетела разрывная пуля. Вот из этой же серии предлагаю как-то начать подходить к этим темам по своему плану, чтобы нам всем стало понятно, что кто мы всё-таки инопланетяне-инопланетяне, и как бы появились что-то такое Земля, что такое Человек и Вселенная. Вот как-то эти моменты. А нашим радиослушателям напоминаю, что в чате Народного славянского радио есть возможность просматривать те картинки, которые являются иллюстрациями, показателями той темы, которую Фиден Калин Григорьевич нам будет рассказывать. И вот Светлану я прошу в чат сбросить эти ссылки, которые здесь были подготовлены с фотографиями. Одна в виде альбома пролистывания, а вторая просто альбом, который выбираешь любую фотографию, смотришь. Вот какая вам больше ссылка понравится, то и пользуйтесь. Ну всё, я умолкаю, предоставляю микрофон. Как говорится, в счастливый путь. Вперёд. Благодарю, Алексей. Ещё раз добрый вечер всем. Значит, тему сейчас ведущий Алексей озвучил. Значит, ну, он даже вступительное фактически слово за меня сказал. Но я, так сказать, добавлю к тому, что он сказал, по тем вопросам, которые он задал. То есть мы живём на нашей планете, называется она Земля. Вообще-то в старину наши предки называли, называлась она Мидгард-Земля. То есть не планета, все наши предки в старину называли планеты. То, что мы сейчас подразумеваем по планету, называли землями. И каждая земля имела своё название. Вот наша земля называлась и называется Мидгард-Земля. Есть, в Ведах написано, есть другие земли Земля, Арея И многие другие Сейчас не буду перечитать эту тему И почему названа так тема? Это как бы уже второй цикл у нас Вторая передача, она первая тоже так называлась Человек и Вселенная То есть, ну слово человек, происхождение Вы, наверное, знаете Слово «чело» и «век» Два слова, да? И вот они объединены, человек А Вселенная — это всё, что нас окружает Это та область пространства, в которой мы находимся К сожалению, в нашей науке современной Которая существует на Медгар-Земле Представление Вселенной весьма далеко от того Что даже написано в наших старых древних источниках То есть, современная наука считает, что мы одни во Вселенной Мы такие одни крутые И человек вообще царь природы Что хочет, то и волен творить На той планете, на которой мы находимся На Медгар-Земле А ведь Медгар-Земля — это фактически наша экологическая ниша Так же, как она, значит, таких планет, земель Огромное-огромное количество И только сейчас наука стала доходить до того Что, значит, якобы существуют ещё другие земли Планеты, на которых возможна жизнь Так вот, вот такое короткое вступление я сделаю И подойдём теперь к теме нашей заявленной передачи То есть происхождение человека Появление человека на Земле Правильно, наверное, сказать, на Медгар-Земле И начнём с того, что Да, вам уже было объявлено, что там есть рисунки Которые я заранее приготовил Чтобы нашу беседу иллюстрировать этими, значит, фотографиями Которые помогут более понятно И представить тот вопрос, о котором мы будем с вами говорить Так вот, первый рисунок, если вы откроете Это, значит, карта Так, современная Это карта, которая, значит, иллюстрирует Как современная наука представляет собой миграция древнего человека Из Африки и в Евразию То есть центр считается, что мы все произошли от обезьяны И второй рисунок, вот этот Если вы откроете Второй рисунок, да Там как раз, значит, нарисован этот линейный ряд От обезьян до человека разумного Как считается современная наука То есть вот этот линейный ряд Это и есть, так сказать, схема Как современная наука представляет Ну, с небольшими модификациями Графическое изображение Представление об, значит, эволюции человека Третий рисунок я специально, значит, привел Для того, это, значит, как пример Чем оперирует, значит, антропология И, значит, как наука То есть ищут и находят какие-то останки, скелеты И изучают древние орудия труда Потому что мы же знаем, что нам говорят Труд из обезьяны превратил Обезьян превратил в человека И вот здесь как раз и показаны, значит, предметы Рубила разные и прочие вещи И с левой стороны, значит, представление ученых Как, значит, происходило, значит, изменение этих предметов Которые, значит, стали орудиями труда И постепенно, значит, с помощью этих вещей И труда наш мозг изменился И вот таким образом мы превратились в человека разумного Я, конечно, так утрирую, коротко это все рассказываю Не буду излагать полную теорию ни Дарвина, ни существующую Существующее-то любой желающий может найти К тому же, значит, все учились в школе И изучали эволюционную биологию Которую читают в школах А некоторые в институтах И теперь мы поговорим, значит, Вот о чем Значит, на Алтае Существует в 250 километрах от города Биск Существует Денисова пещера И в этой Денисовой пещере с 1978 года Ведутся исследования Первое исследование проводил, значит Когда на нее наткнулись, археологи осмотрели Работами руководил академик-окладников И что же там в этой пещере нашли? Нашли просто, значит, кучу древних культурных слоев То есть она считается как, значит, пещера, где обитал человек в Сибири И, значит, изучая вот эти все слои Значит, археологи и ученые, значит, определили, что Значит, по слоям исследуются слои Определили, что первые, значит, слои относятся к эпохе Палеолита И возраст насчитывает порядка 282 тысячи лет тому назад А раньше была версия До того, как эту пещеру открыли Что, значит, человек здесь В смысле древние люди На этой местности не могли появиться Раньше, чем 50-30 тысяч лет тому назад И вот когда, значит, было это открытие А если вы откроете рисунки 4.1 и 4.2 То вы увидите как раз, как выглядит, значит, вход в эту пещеру Вот И когда открыли эту пещеру То с 80-х, 1980-го, 78-го, 80-го года Там было обнаружено более 50 тысяч каменных артефактов То есть можно открывать музей, в принципе Не знаю, куда разошлись все эти артефакты Но факт то, что, значит, это различные украшения из кости Собрана там многочисленная коллекция костей млекопитающих Железные вещи найдены То есть как они вскрывали по слоям И, соответственно, они по слоям и датируют Значит, там и XIV век В котором нашли, значит, зерно того же времени Бронзовый нож А, значит, мы уже говорили как-то об этом Что, по крайней мере, я говорил в предыдущих эфирах Что вот историки, да, и археологи Они датируют вот такими культурными слоями все И временные интервалы И общего, так сказать, взгляда на многие исторические В том числе и на археологические Поскольку нет его общего взгляда Поэтому они вот такие слои называют Найдут что-то и называют культурой Так вот здесь, как они пишут Где-то в IV-III тысячелетии То есть 3-4 тысячи лет Нашли, значит, следы Так называемой афанасьевской культуры Ну, кто интересуется, тот может почитать Как она характеризуется То есть они считают, что она Использовалась как убежище для пастухов И скота И вот таких, значит Как я уже сказал 50 тысяч различных артефактов было найдено И ученые все исследуют, исследуют, исследуют И дальше они подошли до скифского периода Потом, значит, притянули туда гунов и тюрков А в итоге делается простой вывод Что по количеству археологических находок И по уровню их ценностей для науки Вот многие исследователи Приравнивают вот эту пещеру Как минимум к пирамидам Древнего Египта И считают, кроме того, что многие результаты Результаты раскопок, которые были здесь сделаны Более сенсационны даже, чем египетские Так вот, в 2010 году Была очередная сенсация Связанная с находкой с 11 слоя Как пишут ученые в пещере То есть нашли неизвестный прежде Тип древнего человека И в 2010 году в журнале Nature, природа Значит, была статья Опубликовали И какой вывод они сделали Что человек из Денисовой пещеры Они его там денисовцем назвали Сразу первым делом Оказывается, он далек Как от неандартальца Так и от современного хомо сапиес Хомо сапиес – человек разумный Разумный Еще сразу скажу Добавлю, что человек разумный Хомо сапиес и карманьонец Это одно и то же Тут я просто почему это так акцентирую Я просто готовюсь к передаче Видел один ролик и был поражен Что уважаемый доктор биологических наук Я не буду называть фамилии Потому что достойный человек Ученый Значит, не знал, что Кто такой карманьонец И она в интервью говорит Что нам объяснили И мы узнали, кто такой карманьонец Оказывается, карманьонец – это то же самое Что хомо сапиес – человек разумный Я, конечно, был поражен То есть вот до чего доводит Доводит узкая специализация Когда уже биологи Которые как бы должны уж, по крайней мере Ну, физику не знают Ну, то, что касается биологии По крайней мере, вот эти простые вещи знать Просто название карманьонец Происходит от того, что вообще все названия даются обычно Когда археологи находят что-то Обычно по названию местности Вот во Франции там нашли кости И по названию местности И так и обозвали Вот такое небольшое отступление Чтобы Ну, оно, видите Это отступление характеризует Так сказать Современную науку на нашей планете Ее уровень фрагментации Да, ее уровень фрагментации И об этом никто не скрывает Сами ученые об этом говорят Что эта узкая специализация До хорошего не довела Так вот Повторюсь, что Значит, ученые Сделали в 2010 году открытие А открытие они сделали из-за чего? Они расшифровали, как они пишут, геном Хотя понятие геном Расшифровки генома Сами генетики Я не специалист в генетике Так кое-что знаю Но сами специалисты генетики говорят Что, значит, понятие генома Для генетиков Это только 5% понимания А 95% это, как они сами говорят Темная материя Но, тем не менее На базе этих 5% Они сделали этот процент Они сделали вот такой вывод Что человек из Невесопещеры Одинаково далек генетически Как от неандертальца Так и от современного Человека разумного Homo sapiens А на базе чего они сделали Они нашли там, значит Косточку фаланги Пальца руки И коренной зуб человека И вот, исследуя Эти вещи Значит, к такому выводу Они пришли Но Считают они что? Что ученые установили Что денисовцы Отошли от классической Ветви развития человека Примерно Около миллиона лет назад То есть Шли-шли они в ногу Как нарисовано на картинке Да? А потом стали Эволюционировать Самостоятельно И самый главный Вывод, какой они сделали К сожалению Этот путь Оказался Тупиковым То есть Вот на это Прошу обратить внимание То есть Потому что Сейчас я вам скажу Такое, что Вы увидите Что вот Как же мог этот путь Быть тупиковым Если подтверждение Значит Того, что Какой был уровень Развития Человека Был найден В этой Значит Пещере Замечательный Артефакт Поэтому Если вы откроете Рисунок Пятый Вы увидите В этой пещере Был найден Браслет И вот Рисунки Пятый Пять один Пять два Пять три Пять четыре Пять 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 шесть Это все Фотографии Этого же рисунка Этого же браслета Извините Сделаны учеными И там он Значит В разных проекциях Разные виды Но это Один и тот же Браслет Так вот Теперь Немножко Об этом Браслете Прежде чем Перейти к браслету Надо еще сказать Что в этой Денисовской пещере Обнаружены Остатки культуры И быта И возраст Их Как считают Ученые Насчитывает Пятьдесят Тысяч лет А вообще Современная Наука Считает Что человек Разумный Появился Сорок Тысяч Лет Тому назад На нашей планете То есть Они делают Такое заявление По археологическим Признакам Это полностью Соответствует Культуре Человека Который Обладал Современным Физическим Обликом Люди Такие же Как и мы И были Обнаружены Не только Каменные Костяные Предметы Но и орудия Труда И причем Они были Сделаны Еще более Совершенными Способами И вот Они как раз Приводят В качестве Примера Для сравнения Если вы Откроете Сейчас скажу Какой рисунок Третий Извините Четвертый рисунок Да Вот на этом Четвертом рисунке Они Нашли Подобного рода Значит Видите там Типа Ожерелье Иглы Каменные Вот уровень Обработки То есть То что находили Они В предшествующих Слоях И вот Был найден Пять Рисунок Пять Смотрим Этот браслет Вот секундочку На вот этих Вот иголочках Надо бы Тоже остановиться И посмотреть Но я понимаю Взяли Рыбьи Как нам говорят Вот они брали Рыбью кость От щуки Или кого-то еще Это то что Они находили То есть Да И вот сейчас Закончу И получается Что вот они Этим шили Но вопрос Ладно Кость-то Не проблема Найти Кто рыбачил Тот знает Что поймать рыбу Можно не только При помощи спиннинга Но и другими способами Здесь ладно Вопросов нет Тут не обязательно Какие-то крючки Чтобы рыбу Полнать Хотя иногда Стоит вопрос Все-таки Крупную рыбу Она на глубоководье Стоит Там 15 метров 20 Туда просто так Уже бреднем Не сходишь Бредение То что бредет То что вот Вы идете по пояс Или по шею И к берегу Бредете Вот растягивая сеть Но стоит вопрос Сеть во-первых Изготовить Из чего ее изготовить То есть Необходимо Подготовить Эти нитки Которые в воде Не будут рваться Это не какие-то Лианы Это что-то более серьезное То есть Качество уже присутствовало В те времена Даже если говорят Что крючков не было Во-вторых А каким образом Вы будете ловить рыбу Которая на глубине 18-20 метров Хорошо Можно Не вот забрасывать На такую глубину И оттуда вычерпывать Но тоже не очень эффективно Самый эффективный способ Все-таки крючок получается То есть В любом случае Когда нам говорят Что не было Металлических крючков Или каких-то других крючков И так и так Все равно технологии Какие-то должны были присутствовать Те, которые известны Современному человеку Но это ладно Достали вы это Ребрышко из щуки Хорошо Но это еще не иголка Да, ткнуть вы можете Да, как шило использовать можете Но как ниточку За иголочкой проткнуть Ушко необходимо То есть Нитка в любом случае Должна быть Которая цепляется За иголочку Чтобы шить И второе Само ушко Оно очень-очень тоненькое Кто-то говорит Вот там жилами шили Но вы посмотрите На тонкость Этой иголочки Туда не каждую жилочку То воткнешь Чтобы ей шить И дальше А как вы жилочки Такие тоненькие Будете доставать Сколько надо Животных Чтобы что-то шить И так далее Какой длины Эти жилочки будут И как они будут храниться Как они будут себя вести Вопросов множество Даже когда ученые говорят Что все это фигня Все это низкие технологии Я так как-то с одним разговаривал Говорю А ты Давай вот так вот Эту вереницу пройдем Которую я сейчас в эфире Озвучил Просто подумай Насколько Примитивными Должны быть технологии Как ты выражаешься Чтобы сделать В такой маленькой иголочке Такой маленькой ушко И что туда ты засунешь А где взять Это ребрышко А как поймать И все И ученый в осадок просто осел Говорит Получается что я ничего не понимаю Я говорю Ну получается Да Чему ты учился тогда Кто тебя учил Ну и все Осадок полный Там Можно было как из кружки Этой чаинке Которую остается выплескивать Вот примерно С ним то же самое было Ну хорошо Продолжаем Совершенно верно Алексей правильно изложил Какое представление И с каким анализом Подходят Так сказать Ученые К исследованиям Почему я привел Вот этот пример Потому что Вот этот же пример Приводит Это не я придумал его Это академик Деревянка Который там Считается Во-первых Он директор Сибирского отделения Института И Он и как раз Приводит А потому что Основной Один из инструментов Это сравнительный Анализ То есть Они взяли Вот Эту Вот эту Вязанку Которую мы Сейчас Алексей Обсудил Да Где Значит Предметы из кости Сделаны человеком Древним Более ранее Они сравнивают С браслетом Который на рисунке Пять Так вот Перейдем сейчас К браслету Они заявляют Что были обнаружены Не только Каменные Значит И костяные предметы И орудия труда Они были Эти предметы Были обработаны Более совершенными Способами И Приводят пример Вот этих Каменных игл Да Но тут Смотрите Прекрасный браслет Это Украшение Из камня Как они говорят Совершенно меняет Представление Первобытного человека То есть Он сделан Из Хлоритолита Камня Который Которого нет Близости С этой Денисской пещерой Он Значит Камень привезен Из Алтая Где-то Порядка 250 километров От пещеры Из мест Расположенных Этот минерал Довольно редкий Мало того Этот Минерал Способен Менять Окраску За месяц От освещения То есть Представляете Какие Познания Были У того Древнего Человека 50 тысяч Лет назад Это По подсчетам 50 тысяч Лет назад Они Датируют По слою Но Чтобы Изготовить Подобного Рода Значит Браслет Нужно Иметь Соответствующие Технологии Так вот Они Рассуждают С позицией Что все-таки Был примитивный Человек И который Изготавливал Вот эти Для Ловли Рыбы Значит Иглы И прочее Прочее А Сами же Противоречить Себе На браслете Сохранили Следы Внутренней Расточки Сверление Там Это Отверстие 8 миллиметров Диаметр И Они Говорят Что Сверление Производилось На станке Представьте Себе Вот Какой Прыжок От Вот Этих Рубил И До Просто До Станка И Идут Просто Одни Эмоции Вот Читаешь Что Пишут Журналисты Что Пишет Академик То есть Получается Так Сидели В пещерах Занимались Не пойми чем Там Не было у них Вообще Ничего В шкурах Но при этом Станочек у них стоял Да Ну так Шкурку Отбросили Ух ты Станок Под шкурой Ну класс Вообще А давайте Ко мы Миллиметровое Отверстие Делаем А давайте И как Начали делать И как Погнали А потом Все сделали Опять Выбросили И опять В каменном веке Сидят И надувают Щеки Чем бы еще Заняться А там Раз Ой А под эту шкуру Наслетающая тарелка Давайте на другой Континент Слетаем Ой Давайте А так вообще В каменном веке Да Так вот Они дальше Что пишут Что вот Изучили Изучили Они этот браслет Исследовали Оказывается Он сложно Составной И там Были найдены В этом же слое Где и был Этот браслет Бусины Которые Изготовлены Из скорлупы Яиц Страуса А страуса Оказывается Привезли Из Забайкалия Или Монголии Как они считают Он там был И это Все говорит О высоком Орне Развития Жителей Денисовой Пещеры То есть Жители Нашли там Значит Жители Жили в пещере А размер Это пещеры Небольшие Всего лишь там 200 с небольшим Квадратных метров И Спрашивают тогда Вопрос А почему же Тогда исчезли Такие высокоразвитые Денисовцы А в ответ Говорят Точно ответ Этот вопрос Не найдено Сейчас Мы можем Только лишь Говорить С уверенностью Что В глубокой Древности То есть 50 тысяч лет Назад Глубокая Древность На Алтае Был еще один Тип Древних людей И все Все радуются Как говорится Громкие И продолжительные Аплодисменты Все встают Но Вывод Помните Я назвал В чем Модель То есть Ученые Имеют Как они Выражаются Как деревянка Выражается Имеют Возможность Подойти К решению Фундаментальной Проблемы Возникновения Человека Современного Типа Шли Аплодисменты Отражается Линия Неандертальцев И денисовцев То есть Вот Понимаете Вот эти Надуманные Перлы Которые я сейчас Зачитываю Наученные Они идут От того Что Ученые Никак Не могут Принять Ничего Другого Хотя Существует И Значит Конкретно Например Американцы Совсем недавно Американские Ученые Заявили Из Колумбийского Университета Что У них Есть версия Там Не писалось В чем Эта версия А версия Звучит так Что Человек Современный Произошел Имеет Инопланетное Значит Произошел Это кстати Не здесь А имеет Инопланетное Слово Происхождение Происхождение Да А тут Представите Как Наши ученые Выстрелили Вообще В потолок Говорят Был значит Неандерталец Причем Известно Что неандерталец И человек Разумный Они Несовместимы Но Линии У них Зашлись Ученых И Далее Они заявляют Денисовцы Потерялись В кавычках Из-за Сложенной Судьбы Неандертальцы Вообще Вот эти Понимаете Это Научная Терминология Я вам сейчас читаю И мне просто Даже неудобно Мне это напоминает Когда Пьяный водитель Объяснительную Пишет в ГАИ Как он попал в аварию Вот из этой же серии Представьте И вот читаю Один на один Отличие от данных По митохондриальной ДНК Может быть объяснено Либо тем Что Денисовский вариант Митохондриальной ДНК Потерялся В перипетии Сложной Судьбы Неандертальцев Круто Мне так Мне так Очень нравится Очень Из-за чего Из-за резкого Сокращения Численности Например Из-за похолодания Либо Второй вариант Что Денисовцы Получили его В результате Более поздней Метисации С каким-то Неизвестным Нам пока Еще людьми По пути На Алтай Вот как они шли Из этой Америки С первого рисунка Или же Получили эту Метисацию На Алтае Вот это Взгляды ученых И станки им передали Так вот Теперь давайте Сейчас вот здесь Полемика такая Развернулась Очень интересная Пишут А почему Алексей Берет такие Дикие глубины Ну насчет Там Щуки Сом живет От трех метров Щука водится На мелководье Если брать Морскую рыбу Она также бывает И на мелководье Но во-первых Не с каждой щуки Маленького размера Можно взять иголочку Для того чтобы Сделать иглу Нужны ребра Достаточно большие И жесткие А это все таки У щуки Которая уже Не один год прожила И как правило Такие щуки Размером Где-то с метр И больше Чтобы иголки Были большие Нужно чтобы Размер был Достаточно большой И щуки Я думаю Метр или больше Кто занимается рыбалкой Знает что такое Трофеи щучьи И вот там Вот такие уже Ребрышки большие Подходящие Для иголок Есть Так вот Чтобы такую щуку Поймать Она уже на мелководье Там до пупка Я не встречал Карандашики Маленькие щуки Да встречаются Вот Поэтому здесь Я беру глубины Те где уже щуки С большим возрастом Живут на таких глубинах Где явно Человек Просто пройти не может Что касается дальше Насчет бредней Неводы Пишут здесь То опять Неверное предположение Насчет забрасывания То его можно делать Из сплавсредств Но это говорит о том Что сплавсредств Должны быть Очень надежные И качественные И хорошие Потому что С бревна Забрасывать Не очень удобно Можно перевернуться Вот Это должно быть Какое-то удобное средство Для того Чтобы стоя Можно было забрасывать Или опускать А что касается Слова бредень И невод Так вот Как раз Это русский язык Если изучать То как раз В этих словах Все скрывается Бредень Это то Что человек Ведет То есть бредет Вот несколько человек Берут На палку Одевают С одной стороны И с другой стороны Эту сеть И они бредут Это называется Бредень Это говорит о том Что надо идти пешочком А не с лодки его тащить Вот А невод Это то Что наоборот Брести Вести не надо Это то Что забрасывается Вот Поэтому я такие и дел Дальше Здесь разговор Про то Что Там большой размер 8 миллиметров Это толща карандаша Но ведь Не только Про браслет Мы говорили А мы говорили Про ушки Которые В этих маленьких Иголочках Существуют И там Не 8 миллиметров Там Значительно меньше В маленькой иголочке Достаточно Маленькая Должна быть Дырочка Вот эту Маленькую дырочку Нужно было чем-то Просверлить Прежде чем Просверлить Чем-то Это что-то Нужно было Изготовить То есть Если говорят А чем сверлили Ну камнем сверлили Вопрос Значит было Каменное сверло А на чем Каменное сверло Изготовили А может быть Было металлическое Сверло А на чем Тогда металлическое Сверло Изготовили Как его Изготовили Чем Шилом ковыряли Это гвоздь что ли Был А как гвоздь Изготовили А почему Такой тонкий Откуда его взяли А почему Не поломаны эти иголочки там, где они переломаны, иголки, но не в том месте, где дырочка, не в том, где ушко. Так что вопросов очень много. Вот. И так что все замечания, Алексей, насчет орудия, ловли рыбы несостоятельны изначально. Ну так если рассматривать однобоко, то да, несостоятельно. Если учитывать все подряд, то в этом случае, да, я думаю, что состоятельно. Опять же, насчет материала из сетей. Если брать осод и распустить его лисе, то получится волонтно и копельки не боящейся воды. Да, не боящейся воды, но чтобы брести с ним и щуку, которая весит больше 10 килограмм, поймать, я думаю, что осодом особо не удержишь. Тем более осод не такой уж и длинные волокна. Если бы, ну, как бы делали вот из коротких ниточек, то очень много узелков бы было, не очень было бы удобно. А здесь да и рвется вообще осод, если так его вести, да. Там, как правило, щука стоит все-таки не на открытой воде, щука стоит в зарослях. Камыш или что-то еще, или то же самое, какая-то там трава. Поэтому бредень должен быть очень плотный, толстый. И чтобы забрасывать невод, он тоже должен быть достаточно толстый, достаточно хорошего качества. Так что версия с осодом, конечно, красивая, но, на мой взгляд, это не совсем она подходит. Вот. Вопросы мы принимаем в чате, также реплики принимаем в чате. Пожалуйста, пишите, будем их озвучивать в нашем эфире. Прошу прощения, продолжаем. Ничего страшного, но я что хочу обращать сейчас к слушателям. Вот я полностью согласен с логикой, которую развил сейчас Алексей, да, но все-таки предлагаю слушателям уйти от рыбалки и перейти к человеку, иначе мы не дойдем до конца это, кстати, наши проблемы. И я возвращаю вас от рыбных крючков и щуки к браслету. Дело в том, что браслет два раза ремонтировался. Причем, это пишут ученые, и показывают, на тех фотографиях, которые, значит, я вам предложил, там показано, что там две грани были, склеивались, склеивались. Ну, вот понимаете, как мыслят ученые, так сказать, археологи, антропологи. Их не волнует вопросы, склеивается ли все, а чем склеивались. Два раза. Что такое, значит, хлоризолит этот, какой этот материал, что он хрупкий, чем он склеился. Эти вопросы их не интересуют. Вот этот же пример в логике со щукой, так сказать, пример рассуждения, так сказать, ученых, привел как раз Алексей. Так вот, чтобы разобраться, отойти от Денисовской пещеры, давайте попытаемся все-таки разобраться, какое же место занимает человек в экологической системе нашей Медгард-Земли. согласно науке, человек, как вид живых организмов, он занимает определенную экологическую нишу. В экологической системе Земли. Причем не просто какую-то нишу, мы же живем в определенном, мы же не в воде, например, живем, то есть ниша, она соответствует нашим возможностям и свойствам человеческого организма. Мы дышим воздухом и так далее. Вот наши, соответственно, этим свойствам организма человека и его образа жизни, как стадного живого существа, мы занимаем соответствующую нишу. Так вот, когда, опять же, согласно науке, эволюционное развитие растительного мира как фундамента пирамиды живой материи, приводит к поливению разума. О разуме я долго говорить не буду, потому что мы уйдем далеко, а я хочу вам напомнить, что где-то год назад в архивах, вы посмотрите, на Народном славянском радио проводился эфир, он называется «Эволюция разума». Очень интересный эфир. И вот там вы можете, так сказать, разобраться, что такое разум и почему человек называют хомо-сапси, человек разумный. Так вот, когда эволюционное развитие растительного мира как фундамента пирамиды живой материи на любой планете приводит к появлению разума на определенном этапе своего развития, и каждая экологическая ниша в этом случае предъявляет к виду, который занимает эту нишу, определенные требования. Это размеры формы живых организмов, качественное количество состава пищи и определенные периодически жизненных процессов. И вот только организмы, которые вот к этим требованиям могут приспособиться и условиям, только эти организмы смогли выжить в ходе эволюции. И еще раз отвожу, так сказать, читателей как раз передачи на славянском радио, называется она «Эволюция разума». Посмотрите в архивах, это год назад. Так вот, вернемся к экологической системе Земли. И вот закончилось формирование экологической системы Земли, а все равно продолжают, конечно, возникать новые виды, потому что идут мутации. Это все говорит наука. Но эти возникшие виды даже могут и вытеснить кого-то из этих экологических квартир старых обитателей. Если они, эти новые виды, которые развились в ходе мутаций, они в состоянии в более значительной степени приспособиться к этой самой нише и занять вот эту квартиру, которая занимает вид и вытеснить его, но во все времена никто, ни букашки, ни жучки, ни тараканы, никто, а также или так, неандерталис, например, никто не освобождал свои экологические квартиры или ниши и никто не вымирал добровольно. То есть каждый владелец, он не хотел съезжать свои экологические квартиры и жестоко дрался за нее, воевал, потому что он понимал, что другой квартиры не будет и идет борьба за выживание, но все равно побеждает тот, кто значительно лучше приспособился к условиям существования в этой нише и, соответственно, он имеет явное эволюционное преимущество перед соперником. Так вот, до появления на эволюционной арене хомо сапиенса, современного человека, его экологическую квартиру занимал вид, который называется сейчас антропологами неандерталмен, неандерталец. И он освоил эту квартиру, значит, было в ней, так сказать, осваивал ее несколько сотен тысяч лет. Причем неандертальцы из этой экологической ниши вытеснили все предыдущие гуманоидные виды, которые были на Земле. И они остались единственными и царствовали на Земле и заселили всю Землю, все ее климатические пояса. Но, хотя неандертальцы царствовали по всей Земле, но не появилось ни одной расы неандертальцев. Была одна раса неандертальцев, а нам что говорят? Чего? Из черной появились там желтые, белые и так далее, красные, черная из черной из Африки вышла. А на всей Земле была одна раса неандертальцев. И вот эти несуразности, понимаете, никто из ученых не видит. Казалось бы, все на поверхности. При этом неандертальцы, вот даже если почитаете про них, они даже художественную литературу, по крайней мере, научно-фантастическую легко угадать, все равно те же фантасты, они хоть и в прошлом пишут, или историки назовем, они все равно базируются на тех каких-то знаниях. Отписывают, что предок, как считается якобы мы являемся предками неандертальцев. Кроманьонец или я уже говорил хомо сапиенс, человек разумный, он значительно уступал неандертальцу. Тот был здоровый, физический, практически у него не было никаких конкурентов, он никого не боялся, только единственный, кто серьезным врагом для него был саблезубый тигр. Какие-то ему хлопоты создавал. Мало того, неандертальцы пожирали себе подобных. То есть, кто не был членом их клана, стадо или племени, все шли на обед. И тут появляются эти царствовали сотни тысяч лет, а тут 40 тысяч лет назад, это не мои придумки, это данные антропологии, неизвестно откуда, с бухты барахты появляется современный человек, причем сразу в виде трех рас одновременно, черной, красной и желтой. А неандертальцев была одна раса. А белая раса появилась порядка 600-800 тысяч лет назад, поскольку вот именно такой возраст определяется из чего? Находится скопаемые останки современного человека, которые были обнаружены на разных континентах нашей планеты. Так вот, в научных представлениях столько противоречий и необъясненного, что просто диву даешься, и поражайся, почему никто не обращает на все это внимание. Вот я только что сказал, что была одна раса этих неандертальцев, да? А тут сразу потом 40 тысяч лет назад они были, властвовали на все планеты, и вдруг появляется слабенький, хилый хомо сапис, современный человек. Причем он появляется голенький, этот неандертальцев весь в шерсти, здоровый, а появляется сразу несколько, как в сказке по щучьему велению, по моему хотению, несколько раз. Причем эти расы, как опять же, определили антропологи, они отличаются как по цвету кожи, по строению черепа, по скелету и по типу обменных процессов. Но у них одно есть общее свойство, они совместимы между собой и дают жизнеспособное потомство. Но, опять же, с точки зрения науки, новый вид по определению не может появиться в одночасье, потому что должны быть переходные формы и длительный период во времени процесс накопления и усиления положительных мутаций. Это не я придумал, это говорит наука. Но современным человеком ничего подобного не наблюдается. Человек разумным взял и материализовался из ниоткуда, потому что не найдено ни одного скелета раньше 40 тысяч лет. хотя с этого времени 40 тысяч лет назад с этого момента и до современности скелеты находятся повсеместно. А до того нету. Опять же, по вот этим найденным скелетам очень четко определяются расы. Белая, желтая, красная, черная. При этом вот чем скелеты старее, тем у них у всех очень четко выражены расовые признаки. То есть, о чем это говорит? Что изначально частота рас была выше до тех пор, пока эти расы не стали между собой активно смешиваться. Поэтому в эту версию, которую выдвигает современная наука, что была одна раса, по мнению ортодоксальной науки черная и которая расселяясь из центра из Африки, где она появилась, видоизменялась и в результате на ее основе возникли новые расы белая, желтая и красная. А факты можно утверждать, что хотите, но факты говорят обратное. То есть, происходило и происходит не появление новых рас, а происходит наоборот метизация, метизация, смешение этих рас. возникает подрасы и возникает постепенное их сближение. То есть, практически сейчас даже ученые говорят, что очень-очень сложно найти представителей абсолютно чистой национальности и народности. Потому что, как раньше происходило, сейчас происходит смешение людей как разных национальностей внутри одной расы, так и происходит смешение разных рас. Примеры приводить тут не надо, все вы прекрасно знаете. А сейчас давайте все-таки вернемся к чему, что рассмотрим, как же появились современные человек и разные расы на планете. То есть, в силу вот этих всех данных, которые мы сейчас говорили, должно быть, чтобы эти появились четыре расы, должно быть как минимум четыре переходных гуманоидных вида. Как минимум четыре. Вообще, должно быть больше. И, соответственно, четыре вида, у которых возникли необходимые положительные мутации. И самоубийственность состоит в том, что эти положительные мутации должны быть одинаковыми, должны возникнуть у всех предков современного человека одновременно, пройти синхронно у всех четырех гуманоидных видов и, самое главное, одновременно завершиться на разных континентах и дать совершенно рождественные результаты. Вот это же сразу очевидно, что ни практически, ни теоретически это просто невозможно. ученые деликатно молчат. И это вот все их никаким образом не смущает. До сих пор не нашли ни одного скелета переходной формы, не нашли. а считается, что наши предполагаемые предки неандертальцы. Это единственный гуманоидный вид, который не был и не мог быть предком современного человека. И потому, что этому уже есть доказательства. Потому, что нашли неандертальцы, которые замерз в Альпах в Ленике, взяли у него ДНК, исследовали и получили сенсационный результат. Современный человек и неандерталец генетически несовместимы. Пример, знаете, лошадь и зебра, хотя они даже к одному виду, к одному отряду непарнокопытных принадлежат и к одному классу млекопитающих, а они несовместимы. Также несовместимые гуманоидные виды, непросто. Мало того, они не то, что несовместимы, они не могли даже дать гибридов стерильных. Потому, что вот единственный скелет, который тоже был найден в горах Южной Америки, по-моему, нашли кроманьонца и неандертальца. И этот ребенок, он не дотянул до половой зрелости. Это говорит о том, что полная несовместимость этих двух видов кроманьонца, то есть человека разумного, хомо сапиенс и неандертальца. И это уже факт, а не предположение то, что говорят ученые. И вот получается, что неандертальцы жили сотни тысяч лет, а тут появился современный человек, и всего лишь за тысячу лет, совместно проживший с этим хомо сапиенсом, с современным человеком, вдруг взяли и организованно вымерли. И освободили ему место, хотя были физически здоровей и превосходили его. И нет ни одной причины, почему неандертальцы невозможно определить, почему неандертальцы вымерли. А кроманьонцы не только сохранились, но еще стали царями природы. И причем за такой короткий исторический период, просто смешной, освободились от полной зависимости от природы, и от шерсти. Ну, можно, конечно, предположить, что такие предположения, что вот известно же, что причином вымирания вывода является резкое изменение природных условий. То есть погода и природные условия и не смогли адаптироваться, не смогли приспособиться. Но за последние 40 тысяч лет был всего лишь один ледниковый период, который очень сурово изменил условия обитания. Но на момент вымирания неандартальцев его-то не было, этого ледникового периода. И тем не менее, они же вымерли, а выжили физически более слабые и малочисленные хомо-сапиенсы, без теплой шерсти, что само по себе вообще нелепо. То есть получается хомо-сапиенс выжили голыми в ледниковый период. Кроме того, голые кромонионцы весьма легко смогли пережить этот ледниковый период, который закончился 11 тысяч лет назад. И у них волосяной покров почему-то так сказать хомо-сапиенс, человек современный не отрастил в период похолодания ледникового периода. Ну, если это такой процесс простой, что там быстро голый появился человек, а тут настал ледниковый период, так надо было срочно его отращивать. Нет, он пережил без всякого волосяного покрова. А ведь интересно состоит в том, что мы же считаем, что произошли как от обезьян, да, а такие виды, как горилла, рангутанки, шимпанзе, которые считаются самыми близкими современному человеку, у них же сплошной волосяной покров, и они живут все время в условиях тропического и экваториального климата, и миллионы лет живут, и никак не хотят расставаться своим волосяным покровом, и не стали разумными видами. А тут такие метаморфозы с человеком разумно происходят, элементарно. Отсюда возникает простой вопрос. Современный человек появился сразу голым, но у нас есть рудиментарные остатки волосяного покрова на теле. И именно вот эти остатки рудиментарные покрытия говорят о том, что когда-то это покрытие было не рудиментарным, а сплошным. но за ненадобностью видимо по каким-то причинам со временем сошло на нет. Вот тогда возникает один вопрос. Где же это происходило? Ну, явно получается, что где-то на других планетах, но явно не на Мидгард Земле. Ну, еще можно, конечно, сделать и другое допущение, что вот можно предположить, что зарождение разумной жизни произошло не на нашей планете, не на поверхности Земли, а, допустим, на дне морском или океанском. То есть, как версия допустима, да, но есть маленькое но. Дело в том, что ко времени появления современного человека, то есть 40 тысяч лет тому назад, на Мидгард Земле не наблюдалось никакой геологической активности земной коры. То есть, это зафиксировано учеными. То есть, чтобы была такая геологическая активность, чтобы вот стали, значит, суши, части суши поднимались, суши стало дном морским, а дно, наоборот, поднялось. То есть, не было этого. Кроме того, как мы говорили-то выше, расы появились, все расы появились современного человека одновременно на разных континентах. И должно быть как минимум четыре провида, то есть, прабабушек, прадедушек, провиды, понимаете, да? И четыре переходных формы. И поэтому предположение о том, что все ископаемые кости четырех провидов и четырех переходных форм опять оказались одновременно на морском дне, опять же, теоретически и практически невероятно. То есть, эта версия тоже отпадает. Но опять же, палеонтологов, антропологов до сих пор это не волнует, хотя они не нашли ни одного скелета предков современного человека. Хотя находят ископаемые останки других гуманоидных видов, которые вымерли миллионы лет назад. скелеты астралопитека, синантропа и других, я уж честно запамятовал, какие еще есть, они сохранились и их находят. Хотя миллионы лет были, прошло, и землетрясения были, и наводнения, и поднимались, и участки суши опускались, и несколько ледниковых периодов, это тоже учеными геофизикам и определено. Но, тем не менее, их останки сохранились, а вот останки предков современного человека почему-то исчезли. И если бы они вымерли порядка 40 тысяч лет назад, то получается сплошная несуразница. Но вот никто из ученых эти факты старается просто не заметить. Потому что есть удобная теория, по которой все очень просто. Вот весь вопрос только кому она удобная и почему. И современный человек, по мнению ученых, появился на Земле в результате эволюционного развития жизни из гуманоидных форм. И нам перечисляют эти гуманоидные формы астралопитек, синантроп, недорталец, показываются скелеты, все замечательно. Но почему-то у всех, кто изучает, эволюционную биологию в школах, университетах, не возникает закономерный вопрос. Почему же современный человек так резко отличается от своих предполагаемых предков? Наши предполагаемые предки, я уже сказал, обезьяны, недорталец. Почему все эти человекообразные обезьяны покрыты густой шерстью и не расстались с нею за миллионы лет, а человек современный сразу появился без нее? Ну, есть такой быстрый процесс. После, как я уже говорил, после последнего ледникового периода, чего же не восстановился шерсть у нас? 10 тысяч, 11 тысяч лет продолжался период, а современный человек Homo sapiens как появился голеньким, так и вытеснил неандертальца, и причем за тысячу лет первого совместного проживания вместе с ним, потому что в течение этого времени находят скелеты неандертальцев и современного человека в одних и тех же временных слоях. То есть мы уже говорили, что ученые анализируют по слоям. Нашли скелеты, и сказали, вот они в одном слое жили и те и другие. То есть тысячу лет эти два гуманоидных вида неандертальца и Homo sapiens они генетически несовместимы между собой и сильно внешне отличающие друг от друга существовали вместе в одной и той же экологической нише квартире, скажем так. И после чего слабые Homo sapiens человек разумный вытеслили неандертальцев с экологической своей нишей, а те просто вымерли в кавычках. Но до сих пор, между прочим, и в интернете вы можете найти так сказать фотографии и ролики и видео. Правда, все реже и реже люди, современные люди сталкиваются с бывшими царями природы, неандертальцами. Ну, их называют по-разному, где снежным человеком, где йети, где big foot, то есть по-английски большая нога и другое, другие названия. И они где сохранились? В наступных местах. И эти ненертальцы не расстались с своим шерстяным покровом, как и высшие обезьяны, высшие приматы. И если процесс видоизменения такой легкий и быстрый, то у современного человека просто должна была отрастить шерсть. И он бы присоединился ко всей остальной человека подобной компании, покрытой густой шерстью. Но этого не произошло. И хотя бывают случаи, об этом ученые сообщают, что есть генетические аномалии, рождаются дети, которые покрыты густым волосяным покровом. Но эти факты не противоречат, а наоборот подтверждают, что когда-то предки человека вот этим волосяным покровом обладали в далеком прошлом. Только опять же возникает вопрос, где это далекое прошлое происходило, если современный человек появился на Медгар-Земле около 40 тысяч лет назад. И еще вопрос возникает, когда и где это происходило. Вот в некоторых источниках есть упоминание материка Дария. И вот сейчас, пожалуйста, откройте рисунок 5-7. Это карта Атласа Меркатора. На предыдущих эфирах я ее покажу, но еще покажу. То есть посмотрите, здесь видите, на северном полюсе показан материк. И вот в наших ведах как раз и упоминается, что этот материк Дария, который 110 тысяч лет назад начал медленно опускаться на морское дно. А находился он в современном расположении современного Северного полюса. И написано в ведах «Вы на Медгарде живете спокойно с давних времен, когда мир утвердился, помни из вед о деяниях Дождьбога, как он порушил оплоты Кощеев, что на ближайшей Луне находились. Тарх не позволил коварным Кощеям Медгард разрушить, как разрушили Дею. Эти Кощеи, правители Серых, сгинули вместе с Луной в получасти. Но расплатился Медгард за свободу, Дарьей, скрытой Великим потопом. Воды Луны тот потоп сотворили. На землю с небес они радугой пали, ибо Луна раскололась на части, и Ратью Сворожичей в Медгард опустилась. Были разрушены древние нити, что простирались до дальних чертогов. Чертоги это, напомню сразу такую коррекцию, что это созвездие в славянском понимании. И в Междумирии часть связей прервалась. Не было слышно зов многодольный. Много Вайтмар потерялось в Осварге. Прежде чем новые нити родились, и был услышан их зов из чертогов. Много погибло в то время народу, кто не успел на Вайтманах подняться или пройти сквозь врата Междумирия и схорониться в чертоге Медведя. Нити чертогов нарушены снова, поэтому иглы небесные цвет потеряли. Чтоб засияли вновь иглы цветами, вы замените кристаллы Иркамы. Их замените кристаллами Тары и сквозь Зимун восстановите нити. То есть из этого текста из Вет следует, что Дарья ушла под воду в результате действий Дашт Бога, когда он уничтожил базы Кащеев провикли Серых, а базы находились на ближайшей Медгард Луне. На ближайшей Луне, которая к Медгард Земле располагалась, это Луна Леля была. Одна из трех лун, которые вращались вокруг нашей планеты. Ну, напомню, раньше мы в предыдущих эфиров об этом говорили, что были три Луны. Леля, Фата и Месяц. И вы знаете, что только в русском языке мы Луну называем Месяцем. Песню, знаете, светит Месяц, светит Ясный, светит полная Луна. А во всем мире называют Луны лунами. Так вот, Леля была ближняя к Земле Луна. И период у нее был семь дней всего. А бог Тарф Перунович, Дождьбог, он был назван Дождьбогом, дающим богом, за то, что дал людям великой расы и потомков рода небесного девять сантий, книг. А Кащеями Кащеями Князями Тьмы называли властелинами темных миров. Ну, вспомните, в русских сказках эти наши русские богатыри сражаются с Кащеями Бессмертными и спасают из их лап Василис Прекрасных. То есть, здесь передается символ Василисы Прекрасной Родины, Медгард Землю. Видите, какой любопытный образ в наших сказках. А в реалии-то мы об этом тоже говорили, что в результате звездных войн между светлыми и темными силами одна из лун, Леля, сошла с орбиты, и то, что я читал в Веде сейчас, ее осколки а осколками наши предки сворожичи называли осколки. То есть, любые материальные тела, которые в сварге, вот в этой видимой то, что 12 знаков зодиака, сворожий круг называется, мы видим вот эту сваргу. Они упали, эти сворожичи упали на Землю и вызвали планетарную катастрофу. И произошло смещение тектонических платформ и Дарья погрузилась на дно морское. Значит, я про Дарью в конце вам еще покажу интересные факты. Сейчас не буду останавливаться. И получается, что вне всяких сомнений этот континент существовал. Мы видели эту фотографию, карту, да, но в ходе катастрофы он спустился на дно морское, и этот континент был как раз прародин белой расы. Ну, тогда сразу возникает вопрос, а на каких континентах было прародин других рас, желтый, красный, черный? Если эти были какие-то затонувшие континенты, то вероятность погружения сразу всех на дно морское практически равно нулю, и нет никаких источников. Видите, этот источник говорит о одном, о Дарии. Таким образом, отсутствие ископаемых останков переходных форм к современному человеку получается невозможно объяснить вообще никакими причинами. Вот сколько мы перебрали? Нет ничего. и невозможно скорее всего почему? Потому что современный человек никогда не формировался на Медгард Земле Homo sapiens. Вот это то, что я вынес так сказать фразу, что современные четыре расы все мы инопланетяне. А по поводу Дарии значит мы уже говорили в предыдущих эфирах, что Дария затонула 110 тысяч лет тому назад, она была до погружения в море заселена людьми белой расы, и я приводил значит высказывания различных историков древности греческих, а и это было заселение порядка 600 тысяч лет тому назад, а другие расы заселили Медгард Землю позже, а именно 40 тысяч лет назад и заселили их, они появились здесь как в ходе в результате событий, которые происходили в космосе, была война космическая, и вот они как беженцы были переселены на Землю, причем их поселили в определенные места в соответствии с их генетикой и с той экологической нишей, которую они занимали с теми условиями, которые они занимали на своих планетах, землях, с которых их перевезли. Поэтому если существовала цивилизация белой расы более чем 100 тысяч лет тому назад, возникает вопрос, где же тогда следы тех, кто переселился с этого уходящего под воду континента? И где эти племена, народы, которые перебрались на территории Сибири? А поскольку мы в предыдущих эфирах говорили о том, что уровень цивилизации Дарии был очень высокий, а погружение происходило не мгновенно, а заняло длительный срок, поэтому значит это означает что? Что огромные массы переселения переселенцев должно было быть на Новой Земле? А вероятность отсутствия каких-либо останков человека за период больше, чем 40 тысяч, ну, ее весьма сложно объяснить какими-либо причинами. И вот эти останки неожиданно появляются только около 40 тысяч лет назад. А это значит, вот только что я читал фразы из текста из Вед, да, и там говорится, что в Ведах, что после погружения Дарьи под воду много погибло в то время народу, кто не успел на Вайтманах подняться или пройти сквозь врата между мири и сохраниться в чертоге медведя. Нити чертогов нарушены снова, поэтому иглы небесный цвет потеряли, а чтобы засияли вновь иглы цветами, вы замените кристаллы Эркамы и замените кристаллами Тары и сквозь Зимун восстановите нити. То есть нити чертогов и иглы небесные цвет потеряли, разрушены. Эта фраза говорит о том, что приборы межпланетной связи или звездной связи, которые наши предки называли иглами небесными, и предлагается технологический вариант, как провести замену. И даже говорится, как это сделать. Кристаллы Эркамы замените кристаллами Тары. Если бы кристаллы Эркамы не работают по причине того, что погибла погрузилась Дария, абонент под воду, и второе, что разрушились приемные устройства, с кем связываются эти иглы небесные. И советуется, еще дается совет, что надо восстановить связь через Зимун, через созвездие Малой Медведицы, и использовать для этого кристаллы Тары. Ну, из чего следует, что каждый кристалл, он получается обеспечивал связь с разными звездными системами. И каждый кристалл имел свое собственное имя, и чтобы различать от других, и, соответственно, видимо, другое внутреннее устройство. То есть вот этот текст, он как бы напоминает, что дали непрофессионалам технологическую инструкцию, и как это все заменить. Вот я предлагаю сделать небольшой перерыв, паузу музыкальную. Как, Алексей, есть возможность? Алло? Почему бы не сделать, если такая требовала? А я уже подумал, тишина, подумал... Нет, я просто заслушался и смотрю еще за чатом, и еще там заглядываю в YouTube иногда, поэтому мышкой не успеваю нажать. Водички попить хочется. Хорошо, хорошо. Так, ну что, давайте послушаем, наверное, ансамбль «Слобода» из «Вятки разрыв трава». Говорили мы про сети из травы. Вот три минуточки, я думаю, хватит нам, чтобы водички попить. Как раз слово «разрыв трава» употребляется здесь, зная, что ансамбль «Вятка» хорошо поет, но вот эту песню я давно не слушал, может, она даже нам будет всем интересно. Итак, отдыхаем три минуты. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас 21 февраля 2017 года вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных 32-й день месяц в юг и стужа 7525-го лета Третьейник. Человек и Вселенная. Такова тема сегодняшнего эфира. Появление человека на Земле мы рассматриваем. Мы рассматриваем также в этой передаче, что все мы инопланетяне. А вот с кем рассматриваем? Рассматриваем и с автором-сказителем сегодняшнего эфира Фиденко Леонидом Григорьевичем. Итак, музыкальная пауза была сделана по просьбе Леонида Григорьевича. И теперь мы можем переходить к следующим вопросам, заявленным в нашей теме, теме нашего эфира в анонсе. Кстати, у нас тут вопросы появляются с чат, это я напоминаю Леониду Григорьевичу. Так что на них тоже придется ответить. А мы уже финишеры. Ага, мы уже близки, понятно. Хорошо. Мы уже близки, а финишируем на самом деле. Хорошо. Ну, продолжим. То есть я остановился на чем, что вот в ведах там была дана, скажем так, технологическая инструкция, как восстановить потерянную связь. И что получается, значит, что из тех же, из того же текста вед, что часть, значит, значит, часть людей покинула Медгард-Землю на Вайтманах. Другая часть прошла через врата Междумирия и схоронилась в чертоге. О чертоге я уже, как говорил ранее, это славяне называют созвездие. Сохранилась в чертоге Медведя. То есть получается, что часть людей разными способами смогла все-таки покинуть Медгард-Землю во время катастрофы и обосновались на одной из планет созвездия Медведя. И весь вопрос состоит в том, что все ли, кто не погиб, покинули Медгард-Землю или все-таки кто-то остался. Вот если бы после катастрофы вообще никого не осталось на Медгард-Земле, то получается, что тогда около 40 тысяч лет назад произошла вторичная колонизация Медгард-Земли и вернулись те люди, кто спасся в чертоге Медведя, созвездие Большой Медведицы. Или же еще вариант такой, что часть перебралась на сибирские просторы и стала обживаться на новом месте. И тогда получается, что в Сибири должны быть свидетельства присутствия высокоразвестной цивилизации. И возможно, так сказать, они откроются перед человечеством, которое забыло свои звездные дороги. И существует как бы еще одно объяснение. Мы в предыдущих эфирах тоже ведь об этом говорили, что значит свидетельство есть о том, что существование высокоразвитой цивилизации на просторах нашей России замалчивалось или уничтожалось. И в течение предыдущих эфиров было приведено очень много примеров. И именно это происходило в течение последней ночи Сварога, последние тысяча восемь лет, когда темные силы захватили контроль над Медгард землей. И вот примеров этому предположению существует немало. Часть мы уже и очень много кто не слышал тот может послушать а кто слушал было посвящено были посвящены предыдущие беседы вот этому вопросу. И вот как раз сейчас я еще приведу вам примеры и дам свои комментарии к тем рисункам которые у нас остались. Значит вот пожалуйста на рисунке 5.7 5.7 я уже говорил мы откроете это атлас меркатора Дария да а вот континент который затонул а вот рисунок 6 а дальше идет 1581 год это карта Абрахама Артелиуса открыли его и видите здесь развертка атласа да и сверху вот как раз эти четыре материка объединены в единое и там даже видно что вытекают реки так же как на карте меркатора которые на рисунке 5.7 а это просто там вид сверху а это видите вид спереди это повторяю 1581 год известный картограф Абрахам Артелиус дальше следующий рисунок 6 1587 год это Румольд Меркатор якобы ну там они дают название мы проверить не можем но это вроде бы уже сын Меркатора хотя вот первая карта это 1595 год она взята из атласа Меркатора есть два атласа вот 1595 года и атлас 1610 года первый цветной а второй черно-белый и здесь тоже видите сверху опять же показан материк Дарья дальше смотрим следующий рисунок это это у нас это у нас 1006 рисунок 1602 год Джин Ле Клерк какой-то француз или англичанин не знаю Джин наверное скорее всего француз и видите тоже показано Дарья сверху 4 4 материка следующий рисунок опять же это 6 Артелиус и Филипп Галле 2 автора якобы то ли Галле взял Артелиуса то ли Артелиус совместно с ним рисовал мы уже не разберемся но видите здесь то же самое также в плане показано 4 материка Дарьи дата датировка 1574 год и еще ранее следующий рисунок это все это последний был возникает вопрос вот значит я перелопатил много карт уже в 17 веке то есть где-то вот это последний 1602 год еще по-моему одна карта я ее не нашел где показывали материк до Арии отсюда возникает вопрос а почему после этого перестали его показывать а почему его показывали до того с моей точки зрения почему так происходит потому что начали интенсивно переписывать историю выбирать артефакты то есть 15 век 16 там 15 век горят библиотеки уничтожили библиотеки ведическую литературу начали сжигать подчищать но что-то видите осталось мало того им же надо было каким-то образом свою историю продвигать им какие-то артефакты древние все равно надо было оставить вот они и оставили но оставлять эти артефакты значит надо объяснять что такое Дария а раз Дарию на всех картах показывали это говорит о чем то есть знали и помнили существовала память о прародине человечества о том континенте который затонул а потом видите в 17 веке уже не стали показывать причем объяснений по этому поводу никаких не дается теперь поговорим о тех перед этим я говорил что должны же остаться какие-то артефакты на территории Сибири и они остались и вот следующий рисунок седьмой откройте это я взял просто несколько фотографий рекомендую кто не смотрел это горная шория экспедиция Сидорова которые увидели провели экспедицию нафотографировали там такие убийственные факты понимаете у нас там в интернете обсуждают исследователи разные мегалитические комплексы Бальбек тысячетонные а вы посмотрите что тут творится у нас в России вы посмотрите какие мегалиты стоят у стены это шестой рисунок посмотрите следующий рисунок 7.1 сопоставьте человеческие фигуры и видите какие блоки это опять же это горная шория я взял только по-моему четыре эти фотографии есть люди которые говорят что это естественное происхождение и ничего человеческого нет выветривание ветром и все вот пожалуйста посмотрите еще вот видите посередине стоит человек поднял голову и смотрит вверх посмотрите какие мегалиты а нам в сети идет ломают пики копья спорят ругают друг друга как тысячетонный нашли двухтысячетонный посмотрите что находится у нас на нашей родине это 7.2 рисунок это опять же тоже сидоров это горная шория я отвечу почему многие смотрят на юг и на запад нежели чем куда-то к нам в сибири или вообще по россии дело в том что россия климат своеобразный то холодно то тепло а так вообще удобнее съездить куда-нибудь в Египет где постоянно все тепло и даже жарко походить да отдохнуть а в гордую шорию там пузо погреть на море полежать или в Перу съездить там тебе спляшут индейцы какие-нибудь там еще экзотику какую-нибудь покажут а тут надо лазить тут надо пыхтеть мерзнуть если снег вдруг не с того все выпадет выживать если вдруг где-то связь а там все туристически все оправдано все хорошо замечательно опять же отели есть можно остановиться а тут в шорию приперся и думаешь как выживать мало того Алексей извините перебью группа Склярова Скляров сейчас уже ушел из жизни а не знаю как сейчас продолжится раньше они в Египте там проводили эти различные конференции ну весьма удобная ситуация тут же в горной шоре конференцию ты не проведешь вот посмотрите рисунок 7-3 да где тут не нормально на ступенечках рассесть и говорите сколько если снегом уши не завалит да сопоставьте смотрите какие огромные ели там лиственные деревья да и какие мегалиты остатки это я просто взял просто несколько штук подряд вот все даже особо не выбирал дальше следующий рисунок 7-3 красиво смотрится да рисунок 8 вольфрамовая спираль а 7-3 мы пропустили очень красиво смотрится сам рисунок 7-3 ракурс ракурс хороший показывает высоту 7-3 да вот я сказал что посмотрите какие эти здесь лиственные деревья выше елей и ели какие огромные да и представьте какие и это же все-таки остатки сооружений потому что ведь катаклизм был была 14 тысяч лет термоядерная война атомные бомбы рвались рушилось и землетрясение и волны катались здесь еще надо отметить помимо этих всех то что вы сказали еще существует такой природный фактор когда вдруг о чем я говорю холодно-жарко холодно-жарко и когда говорят ну что там на Кольском острове там ничего практически не сохранилось вот в Египте вот в Перу ну в Перу там в общем-то нормально все хорошо ровненькая погода здесь уж если замерзает так замерзает под 40 если там водичка попала в расщелин то она распирает и ломает все эти камушки и на Кольском полуострове там вообще жуть что творится так что вот опять же совершенно верно вы правильно подметили которые вот все время пытаются сказать что у нас ничего нет что все давным-давно разрушено они не берут не берут во внимание то что климат везде разный если там песком засыпало он хоть тысячи лет будет этот песок там лежать пока его не уберешь там все под ним будет нормально а здесь песочка нету здесь все нормальненько здесь ничего песком не засыпало поэтому вот иногда те злопыхатели на все русское которые вот так постоянно шумят и кричат постоянно пальцем тычут и говорят что здесь ничего не было это как дети малые в принципе многие ученые как дети малые которые вот живут сейчас им кажется что всегда было именно как сейчас никогда не было подвижек коры никогда не было каких-то разумных существ никогда что-то другого не было вот как малые дети вот как сейчас так оно и есть. Если родился зимой, значит снег был всегда. Всё. Вот увидел первый раз снег, глаза открыл, увидел, что вокруг тебя снег, значит, вот всегда так было. Или наоборот. Родился летом, всё зелёное. Оф, и весь мир зелёный. А потом вдруг удивляешься. А что это так холодно стало? И сразу басня про стрекозу и муравья вспоминается. Вот учёные наши, они вот и многие критики, они как раз вот так рассуждают. И в этом беда. Это, ну, учёными трудно назвать. Там, скорее всего, другое какое-то сочетание подходит в чём-то там печёное или как там ещё. Ну, ладно, идём дальше. Да, вы здесь правильно подметили. Вот это изменение, такое климата, на самом деле, оно очень сурово действует. Даже в технике, понимаете, ведь наша техника, которая делается, в частности в электронной технике, она же работает тоже, та, которая работает в космосе или на Земле, да, в разных условиях. И вот как раз то, что стал Алексеем, проводятся такие испытания, называется резкое изменение температуры, то сначала на плюс 150 градусов, потом на минус 60, и ещё несколько циклов так. И проверяют надёжность аппаратуры, как она должна работать. Ну вот, а представьте, конечно, тут-то в аппаратуре это идёт, ну, срок на года, а тут-то тысячелетие, представляете, и всё-таки это сохранилось. Ну, пойдём дальше, какие ещё артефакты. Ну, о многих сохранениях артефактов говорилось в предыдущих эфирах, но, тем не менее, вот по некоторым хочу повториться. Вот в альфрамовой спиральке на молибденовом стержне, они найдены были в слое, который как раз относит этими геологами сроку 100 тысяч лет. Ну, это вообще уже инфузори туфельки делали, наверное. Вот. Вот это я, так сказать, взял это специально второй раз, поместил, я уже как-то говорил об этом артефакте, и специально, и ещё поискал в интернете. То есть вот я профессионально, так сказать, занимался, значит, микроэлектроникой 40 лет, и представляю состояние, и посмотрел. То есть вот это фактически, значит, были найдены изделия нанотехнологии. И я сейчас порылся, посмотрел, что же современная, так сказать, техника и наука наша подошла. Вот уже потихоньку только подошли к этому уровню. То есть могут сейчас изготавливать из вольфрама и молибдена проволоку, могут тянуть эту проволоку толщиной, значит, от 25 микрон и толще. Значит, и вот такие эти стерженьки и молибдены тоже могут. То есть наши, ну, вы если читаете, кто, так сказать, не занимается этим вещами, читает эспрессо, что вот у нас сейчас кругом на планете развивается она технология. Так вот, у наших предков 100 тысяч лет назад вот эти технологии, которые мы только начинаем сейчас делать, 100 тысяч лет назад уже были. И вот видите, вот эти вот вольфрамы и спиральки и молибдена стержни, это как раз доказательство. То есть с зубилами ребят ходили и высекали. Вольфрам, да, закручивали. Дианисовые пещеры. Да нет, еще раз, какой там другой. Нет, это на предгорях Урала, это на территории России. Следующий артефакт. А здесь, я просто напомню, здесь дана карта, это вот озеро Берчакуль, и там было найдено это спящая красавица. В предыдущих эфирах, я говорил, что, значит, было найдено такой саркофаг каменный, его когда вскрыли, там в голубой жидкости плавала женщина, как живая, значит, одета была в платье. Потом начали, это было найдено в 1969 году, и в 1978-м эта пещера, о которой Денисов мы говорили, да, то есть совсем 10 лет разница. И вот нашли эту женщину. Опять же, сначала выступил один ученый, сказал, что вот этот артефакт мы сейчас поисследуем, повезли его в Новосибирск, поисследуем. Сейчас, значит, написали в газетах местных, что этот переворот произойдет, значит, в науке, потому что генетика этой женщины дала, анализ дал стопроцентный результат, что это русская генетика. Значит, но потом резко все затихло, свидетели стали, там же население местных, когда раскапывали, там делали скрышные работы горные, и наткнулись на это. Людей много присутствовало. И те, все, кто видел, как открывали царкофаг, как летолеты прилетели из Новосибирска, как увозили, постепенно все свидетели потихоньку попали или в катастрофу, или умерли от каких-то там причин, сердечные, скороподелительные приступы и так далее. И все, и тишина настала. И неизвестно, где ты находишься. Правда, потом, как пишется, эту заметку вы можете найти в интернете. Называется «Тесульская находка». В своей книге я тоже об этом написал. Вот. И после этого приезжали опять же на этот разрез, где там эти раскопки велись, и нашли еще большое количество этих, как говорят, гробов каменных. И все их вывезли. И количество еще осталось сотней. Вот так. А нам рассказывают сказки про обезьян, превратившихся в людей с помощью каменных орудий и вышедших из Африки, переселившихся в район Денисовой пещеры. Ну, надо же что-то рассказывать. Иначе как деньги-то зарабатывать? Как говорит эта русская поговорка, быстрое движение языком во рту мешки не ворочает. Так, если мягко ее произнести. Вот. Так что надо-надо языком двигать, чтобы деньги платили. Хотя мешки на месте остаются. И вот еще следующий рисунок. Это у нас рисунок десятый и десять один. Вот десятый. Это тоже интересный факт. Мне прислали эту ссылочку на один... Я вспомнил, что у меня где-то был подобный материал. Я его раскопал в статье, в которой ссылочку прислали. Там немного об этом сказано. А тот материал, который я нашел раньше, и у меня он есть. Вот я поподробнее расскажу. Здесь тоже интересный артефакт. То есть вот там два, видите, таких из минералов сделали два материальных куска. То есть 15 лет назад в Южном Приморье, а это уже Сибирь, но партизанский район, Дальний Восток, были найдены обломки постройки. То есть эскаватор, не эскаватор, а бульдозер там срезал на сопке дорожные работы проводил, и, значит, водитель делая, разгребая этот грунт, не видел, что там за грунтом, и снес конструкцию размером, как пишет автор, высотой один метр. И эта конструкция состояла из ряда конструктивных деталей, разной величины и формы. И как она выглядела, естественно, непонятно, потому что бульдозерист за отвалом ничего не видел, он землю ровнял там, и раскрошил все это, и растащил на 10 метров, и еще траками подавил бульдозера. Но вот собрал эти детали геофизик Юрковец Валерий Павлович. И вот он, его комментарии, я сейчас вам зачитаю. то есть это не мои, это вот человек, который, так сказать, там присутствовал на месте, и он говорит, что сначала думали, что это объект археологического интереса представляет, но через 10 лет выяснилось, что это ошиблись. И только через 10 лет я сделал минералогический анализ образца, то есть дал на исследование и получил результаты. И оказалось, что детали постройки, вот той, которую снес водитель бульдозера, выполнены из зерен кристаллического муассанита, сцементированного тонкозернистой той же муссанитовой массой. Размеры зерен достигают величины 5 миллиметров, при толщине 2-3 миллиметра. А зерна даже сохранили кристаллографическую огранку. Он покопался в литературе, этот геофизик, и что узнал, пишет, что чтобы получить вот кристаллический муссанит в таких количествах, как вот постройку, было невозможно. То есть современная наука и техника может только сделать ювелирные изделия. Но в то же время то есть больше ничего не могут сделать из этого муссанита. Ювелирные изделия. А вот как порошок его муссанит вырабатывает, микропорошок, и его используют как самый твердый после алмаза абразив. Понимаете? Да, шкурить и чистить и так далее. Причем этот муссанит, он не только муссанит, не только самый твердый минерал, он, кроме того, самый кислотоупорный, термостойкий и щелочностойкий. Вот если вы слышали, вот у нас был наш буран, космический челнок запускался в 1988 году. Так вот, его облицовка была выполнена из этой муссанитовой плитки. Огромные деньги, огромные, это я уже знаю, поскольку я в этой программе работал, только по части микроэлектроники. А информация проходила, потому что плитку и у американцев значит, эта плитка, то есть секреты американцев даже не передали секреты плитки. Вот наши делали эту плитку сами, дорогостоящая вещь была и были проблемы с как ее создать. Потом описали это дело, вы можете почитать. То есть вот эти уникальные свойства муссанита, которых я перечислил, кислотую упорность, термостойкость, щелочистойкость, используются в аэрокосмической, ядерной, электронной и других современных отраслях промышленности. И вот у этого геофизика он говорит, что у него остался образец в несколько килограмм. но тем не менее, он не менее, чем на 70% вот этот образец состоит из кристаллического муссанита. а получить муссанит в таком виде, в виде кристаллов, научились совсем недавно. И это очень дорогая вещь, дорогое производство. Помните, я сказал про эти, про ювелирные вещи, да? То есть каждый кристалл муссанита стоит одну десятую такого же размера алмаза. Нормально? При этом выращивание кристалла толщиной более 0,1 миллиметра возможно только в специальных установках, поскольку там используется температура свыше 2500 градусов. А вот он исследовал, у него осколки основания там были. Вот видели рисунок какой там 10, 10,1 и 10 и 10,1, да? То есть форму определенную. Здесь тавр, десятый типа тавра, да? Как тавровые балки металлические есть. Там тоже. А вот автор этот геофизик еще и говорит, что там же были другие совершенно разные формы. Так вот он пишет, что муссонитовые детали конструкции несут на своей поверхности следы формовки в некоторых стандартных объемах. То есть формовка, кто представляет? То есть берется смесь и она форму определяется, а потом какие-то условия, чтобы она отвердела. Так вот тут же говорится, выше я сказал, что получить кристаллы толщиной больше 0,1, а там он сказал, что какие там выше я перечислил, там гораздо больше кристаллов миллиметра имеют размер. Нужна температура получить только температуру свыше 2500 градусов. А это надо воткнуть в форму. А какую же температуру должна держать эта форма? Вы представляете? То есть она должна быть не растечься в 2500 градусов, а выдержать, это все должно там спечься и остыть. То есть он дальше пишет, что муссонитые детали, конструкции, несут в своей поверхности следы формовки в некоторых стандартных объемах. и сами детали имеют идеальные геометрические формы, идеальные цилиндры, усеченные конусы, плиты. А цилиндры, мало того, они пустотелые, они представляют собой емкости. И как выше я сказал, что формовать детали из муссонита этот геофизик говорит, можно лишь при температуре свыше 2500 градусов. И он задает вопрос, из чего тогда были выполнены формы, куда заливался этот муссонит смеси-то. И он говорит, что у меня был всего лишь один обломок фундамента. Ну, как он вылился, была кирпичная кладка, если так сказать. А сам раствор визуально неотличим от сильно выветренного известняка. Если бы не вкрапленный как бы кирпич вот этот и кварцевая пудра в составе, типичный известняк. То есть в литературе, он говорит, по муссониту тоже такого нет. Он четыре года назад решил разобраться в этом вопросе и еще больше зашел в тупик. И отложил на лучшие времена. Единственное похожее по описанию муссонит, который у него есть кусок, он нашел, он прочитал в информации, которую он нашел, был найден в алмазных трубках мир, это известное в Якутии, знаете, и вторая зорница. Причем в количестве там всего 40 зерен размером не более 1 миллиметра. А у него, у этого геофизика, есть зерна 3 на 5, 4 на 4 миллиметра. И вес зерен до 20 миллиграмм, то есть это 0,1 карата. то есть он даже мог, как он пишет, взвешивать их, смог взвесить их на своих охотничьих весах. И вот это не просто заявление вот этого геофизика какого-то конкретного человека, который назвал фамилию, это вот есть Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени Карпинского, который дал заключение, они сообщили, что они никогда не сталкивались с мусанитом подобного рода. И этот геофизик разговаривал 4 года назад со специалистом научно-исследовательского института искусственных материалов, так тот тоже ничего не смог предположить и сказать по этому поводу. Ясно одно, что детали полученные не тем способом, вот эти, которые Тавро и второе, которое на рисунке 10-11. То есть они получены, эти детали совершенно другим способом, а не тот, который наша современная техника и наука использует. И как он делает вывод, или вполне возможно даже не на земле, это он такой вывод делает. Ну, дальше я просто не буду читать, а здесь описаны размеры, то есть вот этот Тавр имеет размеры 13 на 18 сантиметров, представляете? Причем эта деталь была покрыта мусанитовой пленкой же, как бы облито аморфным таким мусанитом. Основание Тавра 13 на 18 сантиметров, и тут даже сотыми я уж не читаю. Короче, толщина дана, ширина венчика, конуса, диагноз, технические вещи. То есть это анализ вот этого института, который давал СССР и научно-исследовательский институт геологический имени Карпинска, который давал заключение. Я вот эти технические подробности уже пускаю, потому что читатели долго перечисляют, и написано, что эти размеры сделаны с большой погрешностью, как он пишет, так как уже очень выверены этот, ну, поскольку тут размеры до этих, до сотых, например, диаметр 11,59 сантиметра, там, диаметр по следующему месту цилиндра 9,25, то есть такие. И он говорит по отношению, значит, вине, не он говорит, а тут это результаты экспертизы. Описаны, какая компонентная раствора, тот же пишет диатомид, причем кусок этого раствора имеет такую твердость, что элементарно царапает стекло. Значит, на свежих гранях следов от пила нету, то есть они провели полный анализ. То есть этот кирпич, как он называет, вот эти формы отливались, и следов обжига тоже нету. И дальше здесь приводится полстраничка на страничку заключения 18 декабря 2001 года центральной лаборатории вот этого Всероссийского института. и пишут, что очень высокий эффективен преломления, высокое двупреломление, великолепные цвета интерференции, то есть с технической точки зрения пишут, что получены там такие параметры на этом, на уже выветрившемся, как разломанном, как говорится, все остальное, которые пока недостижимы и для наших ученых и техников и технологов, которые могут только делать какое-то ювелирное украшение из этого мусанита. И теперь я хочу последнее показать вам свои исследования. Это рисунок следующий, называется Дария-1. Вот есть, если вы откроете его, да, есть программа Google S называется, Google Земля, и эта программа позволяет посмотреть нашу Землю с разной высоты. Ну, если кто-то значит, ползал в этой программе, работал, там можно увидеть разные вещи. Так вот, видите, я вот полазил по тем местам, где расположена Северная Ледовная океана, где расположена Дария. И вот внизу в правом углу написано Google S это название этой программы, да, а внизу стоят цифры, там, 83 градуса, 53 минуты, 15 секунд и 15,24 секунды северной широты и дальше долгота указана. То есть, если вы зайдете в эту программу, то вы можете, значит, вот эти результаты получить то, что у меня, если эту информацию еще не запрятали. так вот это вот снят кусок, значит, высота над уровнем моря написано минус 200, 2239 метров, то есть, 2 километра 200 метров. То есть, вопрос, я просто точно не знаю, это, я так понимаю, это нижняя точка, это, видимо, ну, они же там темные или светлые поверхности, которые выше, которые ниже, это, видимо, самые нижние, а остальные выше находятся. И вот этот обзор, вот этого снимка, да, Ария-1, 216 написано, КМ, видите, это с высоты 216 километров. Вы видите, что? Я сделал его черно-белым этот рисунок, потому что, и чуть-чуть контрастнее, потому что он более наглядный в этом случае. Вы видите, какие? Природа таких вещей не делает. Видите, в правом углу, туда повыше, чуть ли не под прямым углом пересечения, какие-то сооружения, да? В природе таких вещей нет. И это с высоты 216 километров. Это огромный участок поверхности. Представляете, какие там сооружения и что это сооружение? Теперь, если вы посмотрите следующий рисунок, это Дария-2. Видите, он синего цвета, 58 километров. Это фрагмент вот этого серого рисунка, просто вот в таком синем цвете эта программа выдает все рисунки. Потому что это якобы вода и под водой, понимаете? А я специально сделал этот рисунок черно-белым, и вот следующий рисунок Дария-3, 58 километров, это этот же участок синий, да, фрагмент вот того первого, который с высоты 216 километров, только с высоты 58 километров. И вы видите, под каким углом какие-то там есть какие-то сооружения непонятные. Природа таких вещей не делает. Теперь смотрим следующий рисунок. Это Дария-4 с высоты 255 километров. Это детали все того же первого рисунка, который с высоты 2016 километров. Видите? И здесь цветы, тени показываются, что разновысотные сооружения, имеющие разную форму. Следующий рисунок Дария-5 с высоты 100 километров. Повторяю, внизу координаты можете все проверить. и разная высота над уровнем моря. То есть вот предыдущих рисунков там был 1 километр 737 метров. То есть эта часть, видите, поднята выше, чем та. А следующий рисунок, то есть она с высоты 2 километра 338 метров. Вы видите? И здесь это же опять же это расстояние с высоты 100 километров. Это огромное расстояние. Вы представляете, какие сооружения? Видите, под какими углами, прямоугольные, какие там сооружения, остатки каких-то сооружений сохранились. Вот если кто-то имеет хороший компьютер с хорошей памятью, с быстродействием, потому что эта программа требует таких характеристик компьютер, то вы можете поисследовать, скачать вот эти мои... Это я только часть вам показал, как пример. То есть кроме тех следов можно еще найти следы вот такие подо льдами, под снегом, под водой. Вот на этом я закончу. Спасибо за внимание. Ну что ж, переходим так к вопросам. Прежде чем к вопросам перейти, еще дадим музыкальную паузу для того, чтобы можно было нашим радиослушателям как-то в себя прийти, и потом уже будем зачитывать вопросы из нашего чата. Хорошо. Так, ну вот здесь у меня выбор. Либо поставить старую добрую песенку Агаты Кристи про тайгу, раз уж мы там говорили про тайгу, да? Либо поставить более нежную Виктора Третьякова «Зимняя ночь». Вот разрываюсь я, как ослик между двумя стогами. Это вкусненькое, это вкусненькое. Давайте поставим все-таки про сказочную тайгу. Давненько не звучала эта такая эпатажная группа, но, думаю, в данном случае простят меня радиослушатели за то, что я ее поставлю. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Вот так немножко повеселились, вспомнили, так сказать, давние, долгие, дальние времена, и теперь продолжаем эфир на Народном Славянском Радио. 21 февраля 2017 года, вторник по одному из современных календарей, 32-й день месяца в Юг и Служи, 7525-го лета, третейник. «Человек и Вселенная» тема сегодняшнего нашего эфира, и по теме появления человека на Земле мы все инопланетяне, автор-сказитель Фиден Калин Григорьевич. И мы переходим уже к вопросам от наших радиослушателей, которые поступили в чате Народного Славянского Радио, и частично некоторые вопросы к нам попали в чат из трансляции Ютуба. Так что приступаем. Лен Григорьевич, готов? Да-да. Вопрос в эфир от Владимира Измытища. Сила, которая проявлена в нашем сознании как вечная и бесконечная Вселенная, настолько всеобъемлющая велика, что доля человека в ней исчезающая мала, стремится к нулю. Что уж тут говорить про историю появления человека? Отсюда у меня возникает вопрос, не является ли история человечества тем якорем, что удерживает человека и мешает ему слиться с этой всеобъемлющей бесконечной силой и стать упрощенно говоря Богом. Вот такой вопрос. Да, вопрос такой длинный, философское размышление с математическим уклоном. Что я хочу сказать? Вот будем разбирать по порядку, что Владимир написал. сила, которая проявлена в нашем сознании как вечная бесконечная вселенная. Ну, вселенная, к сожалению, оказывается, я узнал, что она не бесконечная бывает. Вот наша вселенная, оказывается, уже третья по счету. Она два раза благодаря действиям социальных паразитов гибла. Вот. Поэтому сама и вообще процесс, так сказать, материальных вещей, он не вечный. а вот наше сознание как продукт развития материи разум, оно, так сказать, позволяет нашей сущности, душе жить вечно, если правильно жить и не позволить себя угробить, потому что есть и реальная смерть души. Ну, это отдельные долгие разговоры. А, значит, то, что, значит, Владимир пишет, что же уж тут говорить про историю появления человека. Отсюда у меня возникает вопрос, не является ли история человечества тем якорем, что удержит человека и мешает ему слиться. Значит, история человечества и в том числе история появления человека, она существующая в том виде существующая история, которая есть, о которой мы говорили до того в предыдущих эфирах, говоря о фальсификации истории. И вот сегодняшний вопрос, я вот вкратце, как шутит Алексей, совсем коротенько за эти часа изложил, и еще не все. Это точка зрения, это не моя точка зрения, хотя и отдельно какие-то мои элементы я и добавил свои, да, и свое понимание вложил. Это взгляд русского ученого на возникновение человека Николая Левашова. И понимаете, это именно научный взгляд. И вот кстати, видите, сколько во время беседы было приедено в подтверждающих фактах. А в самом начале, вот когда мы вступительно начали говорить, мы с Алексеем иронизировали, а реально ничего другого не остается, когда разбирали, какая аргументация, какой уровень доказательной базы у современных научных деятелей, антропологи, которые занимаются этим вопросом. Но в школьнике сейчас говорят, типа поржать, другого не остается. Вот, поэтому вопрос, который возникает у Владимира из Мутища, что не является ли история человеческого с этим якорем, реально, если в смысле она является, та история и история возникновения человека является якорем, который тянет на дно современного человека и не дает ему подняться вверх в космос, а приземляет и говорит, ты произошел от обезьяны. Вполне возможно, что мы произошли от какого-то вида, от обезьяны, но не здесь, не на планете, а где-то на других планетах-землях. Понимаете? И доказательство этого моря, вот если вы даже посмотрите на свои руки, да, то увидите между пальцами остатки перепонок, чего обезьян нет у современных, даже это ученые не видят. Поэтому если говорить о якоре, то та история цивилизации, та история возникновения человека, она на самом деле является якорем и тянет современного человека на дно и не дает стать, не дает возможность человеку развиться и стать развитым человеком. Как раньше говорили, Богом наши предки. Так что вот он отчасти прав. Так, расправ, идем дальше. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Шутку пропускаем, теперь сама реплика. Если серьезно, вопрос, почему официальная наука не признает альтернативных взглядов? Мне кажется, уже много раз мы отвечали, даже, наверное, остановились. Ну, потому что я скажу коротко, понимаете, ну, надо же оправдать свои научные погоны каким-то образом. Дешевле или проще закрыть уши и в каких-то случаях глаза и говорить, что да, это все так. Вот коротко. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Леонид Григорьевич. Недавно русские ученые нашли в Карелии сундук аненербе в кавычках с черепами, которые очень похожи на черепа инопланетян. Если вы если видели этот ролик, то к каким видам разумных вы относите эту находку? И дальше ссылка на Ютуб этот ролик на Ютубе. Ну, вот, к сожалению, то, что пишет Олег вот этот в Карелии сундук аненербе. В Карелии много чего находили, но вот про сундук с черепами я не знаю. Поэтому ничего, комментария никакого дать не могу. Находили, находят и будут находить. Много чего интересного. Карелии находят и, так сказать, там, на Кольском полуострове. Со времен еще, как только Советский Союз образовался и был создан отдел, секретный отдел, который возглавил Бокий. Такой был в НКВД. Я уж не помню, в НКВД он тогда был. И вот они занимались вот этими всеми вопросами. И было много тогда экспедиций и много чего находили. И потом в этих секретных архивах, если сохранилось, я уже говорил, по Тесульскому находку, наверняка много чего и другого. Не исключаю, что многое, что находят и в Денисовой пещере, какие-нибудь браслеты нам показывают, а все остальное говорит народу об этом знать рано и прячет. Знать рано и врут. Ваня прячет и врут. Вопрос эфира от Антона. Крепкого здравия. Знакомы ли тебе, Лид Григорьевич, наши веды труды Левашова оговаривающими сегодняшнюю тему? Да, знакомы. И то, и другое. И то, и другое изучил. И почему вот, так сказать, и то, и другое запрещают и называют экстремистским материалом? Потому что, чтобы люди не знали правду. Ну вот, надеюсь, что вот многие артефакты, которые, так сказать, есть и которые приводились, а их, если вы поищете их огромное количество, они будут открывать правду. Дальше реплика эфир от Владимир Азматич. Эх вы, есть способ ловли щуки в корзину специальной формы с узким воронкообразным горлышком. А уж, когда щука поймана, нужно слепить горшок, обжечь его слегка, чтобы воду горячую держал, размочить нужные кости в горячей воде, сушеными костями проковырять в мягкой кости отверстия. Молодец! Здорово рассказал. Вот по поводу размягчения костей и проковыривания я еще могу согласиться, но как размягчить камень и чем в нем дырочку проделать, которые в браслете в других местах встречаются, вот этот вопрос остается более интересным. Да, щуку можно поймать и на мелководье, щука встречается, можно ее и сетями поймать какими-то, можно ее там, не знаю, как-то еще вытащить и что только не придумывать до ловли. И кто-то там ловит на море, когда вода отходит, отлив, вот, специально ставят заграждение, куда рыба заходит, потом, когда вода отходит, она уже не может выйти. Поймать рыбу без проблем, размягчить кость тоже без проблем, это я понимаю, но один камень размягчить, второй высушить, чтобы высушенным камнем проделать отверстие, вот для меня это пока осталось под большим вопросом, даже если отверстие размером с карандаш. Идем дальше. Вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Заинтересовал рисунок 6 Жан-Ле Клерс, на котором теория Австралии намного больше, территории Австралии намного больше, чем другие территории. Кто жил на этой территории? Так, видите ли, это же карта, понимаете, и карта 1602 года. Значит, я уже говорил, что многие карты в предыдущих эфирах, они фальсифицированы. Кроме того, большинство карт, которые не фальсифицированы, они делались в этой Великой Тартарии на Ведической империи, Русской Ведической империи, которая в предыдущих эфирах, я говорил, она занимала, сначала была Великая Асия, занимала всю Евразию, и постепенно, постепенно откалывались на западе провинции, и территория уменьшалась. И все западники стремились узнать, а в предыдущих эфирах я тоже говорил, что были проблемы у них. Нам же расскажут, что Запад, он прогрессивный, все оттуда, все идет знание. Я в предыдущем эфире рассказал про морские корабли, какие были у славян, и какие на Западе. Во времена Маркопова, то есть 1200- 1250-х годы, какие корабли были у нас на северном поморе, на севере поморья, и какие на Западе. То есть там было дикое, Запад был диким на самом деле, он отставал. И вот соответственно это отставание усиливалось от того, что информация вообще исчезла. Когда уничтожили библиотеки, то библиотеки были же и Царгатской, и там в Афинах, и в Риме, и так далее. В Европе было много чего, а это все исчезло. Кроме того, Ватикан и дальше стал уничтожать. И уже им пришлось добывать информацию с опытным путем. И поэтому что они смогли добыть, то они и нарисовали. И видите, здесь Австралия практически не нарисована, здесь нарисованы только острова. А Австралия входит как бы кусок в Антарктиду. И если только посмотреть, может быть это Австралия с левой стороны на левом полушарии, там написано Новая Гвинея. Если считать это Австралией, то, что они обозначили кусок на западном полушарии, где Америки, там написано Новая Гвинея. Если считать это Австралией, то кто там жил? Там жили те же племена черной расы, которые и поселили во времена 40 тысяч лет назад. И эти же следы ученые современные, антропологи, копаясь, находят скелеты. и мало того, они определяют, что у этих людей уже была разви давным-давно была еще до 13 тысяч лет назад был общинный уровень жизни, торговля процветала. То есть эти все острова и Австралия, все племена, которые там жили, они входили как раз в состав Великой Тартарии поздней. И почитайте Миклуха Маклая, значит, как к русскому относились эти туземные племена, почитайте, как относились к нему в Австралии и так далее, и как относились к англичанам, и какая политика была. Поэтому связи они были и остались на генном уровне только. И сейчас филиппинцы к России нормально относятся и другие народы, которые живут на этих островах. Ну, вот такой ответ мой. Когда я так думаю про Европу, вот ту самую грязную, про которую вы сказали, мне приходят слова одного интересного известного человека, который он произносил в сторону русских людей, но только вот если их перевернуть в сторону Европы, то тогда все становится на свое место. А кто такие были европейцы, пока туда не пришли, русичи? варвары, люди второго сорта, почти звери, говорящие на непонятном языке. Как Гундяев говорил, правильно ли, естественно, совершенно нет. И очень все здорово получается, на самом деле, пока туда не пришло просвещение из России, ну, так-так они там и мылись два раза за свою жизнь, вот, и в червяк бы там лазили в своих этих блохах и в вонючие ходили, как там лувр на зиму освобождали для того, чтобы брать дерьмо, которое графья и прочие знатные персоны оставляли под каждым кустиком. Ну, ладно, ладно, как бы залезаем уже в другую тему, тоже актуальную может быть для кого-то, непонятную, но другую. Вопрос из Ютуба, Сурья Ария, а как насчет великанов? Что именно? Не знаю, вот написано, как насчет великанов? Я вот как понял, так и отвечаю. То есть, да, жили и находят много скелетов, то есть, жили люди огромного роста, и в интернете покопайтесь, найдете и трехметровый, и пятиметровый, и скелеты, соответственно, находят. Да, жили, то есть, человечество ничего не придумывает, знаете, разные сказки великанов, циклопов, это все реальные отголоски реальных жизненных событий. Вот так я бы ответил, поскольку вопрос такой общий. Мне тут написали, повторяешься, ну, а как не повторяться? Повторение, мать, учение. Где повторяешься? Может быть, на самом деле где-то не то уже сказал. Ладно, идем дальше. Из Ютуба Вячеслав написал. Все добрейшие, как вы относитесь к теории деградации, по которой от человека произошел тот же неандерталис и затем человекообразные обезьяны? Ну, вот Вячеслав не прав, потому что теория деградации существует, и мы даже наблюдаем, как современный социум деградирует и очень сильно деградирует. А вот человек, только что мы целую передачу на посвятили, что человек произошел не от неандартальца иандартальца. И произошел он от, если и произошел от каких-то там человекоподобных обезьян, то это было на других планетах. И процесс эволюции на самом деле идет от низших форм к высших. То есть здесь у товарища Дарвина там правильные подходы, то есть так сказать происхождение видов. Поэтому не от деградации неандартальцы не произошли. Неандартальцы это отдельный вид. И передача, я уже говорил, что не скрещивается, то есть потомство неандарталец и хомо сапиенс, человек разумный и обезьяны. А уж какие опыты были ли на эту тему или нет, это я сказать не могу. Вот такой ответ. Хорошо. Деградация общества реально существует. И сейчас видно, как общество, человеческое общество деградирует. реально эволюционно идет вниз. И мало того, что вообще вопрос стоит о том, что когда человек себя хомо сапиенс объявил сейчас царем на планете Земля, царь природы, он же экологическое нишу-то разрушает, разрушил и может привести вообще к концу погибнет планета может. Это и есть деградация. Сучок. Да. Что касаемо разговора про то, как щуку выловить и так далее, мне кажется, самый простой способ проверить любую теорию это практика. Вот если удастся кому-то сплести из растений невод или сеть выловить большую например 12-15 килограммовую щуку, пускай даже 10-килограммовую щуку этим неводом или этой сетью из растительных волокон растений и приготовить из нее иголки и потом этими иголками что-либо сшить, например, ту же самую кожу и опять же придумать еще чем сшивать, какими нитями, то есть нить тоже не должна быть современной. Вот тогда вот эта вся теория по поводу того, что можно вот так вот вручную не прибегать ни к каким ухищрениям и современным технологиям, а вот все произвести так, как это в теории было рассказано, тогда она будет правдивой, потому что много теорий различных выбрасывалось в свет, в частности очень известная теория про строительство пирамид в Египте, там даже энтузиасты как-то взялись построить маленькую пирамидку ни 200, ни 300 метров высотой маленькую, метров 15-20, но до сих пор, насколько я помню, они эти камни пытаются пилить, дробить их, чтобы они были очень хорошо подобны друг другу, так в общем-то ничего до конца у них не получилось собрать, водят туристов, показывают этим разявам, как раньше вот эти вот несчастные аборигены египетского края долбили камни, как они их там к линиями с водой распирали деревянными, как что делали, но эксперимент так и остался экспериментом и ничего из этого эксперимента не вырос, то есть результатов никаких не было показано, так что вот так вот, а насчет повторений мне сказали, что ты повторяешься по поводу известного человека, который про нас сказал, что мы звери, так я сказал, что если перевернуть, то тогда все становится на свое место, перевернуть в сторону Европы, вот когда в Европу из Руси пришли русичи, вот что я сказал, может быть, отшельник как-то неправильно выслушал, такого я еще не говорил, вот, то тогда все там стало хорошо и процветаемо, а кто такие были европейцы до прихода русичей, повторяюсь, это были люди второго сорта, почти звери, варморы, говорящие на непонятном языке, вот что я сказал, ну ладно, идем дальше, вопрос в эфир от Вингтора, здравия ведущему Алексею и автору сказителю Леониду Григорьевичу, прошу сказителя дать свое видение и оценку такой теории происхождения человека, как, а вот дальше слово такое интересное, тотомизм, благодарю за ответ. Ну, если, насколько я помню, тотем, это значит, тотемизм, да, вот что это? Да, тотемизм, это значит, там в основном в Африке еще, кстати, это теория процветает, то есть тотем, это тотем, ну там, животное какое-нибудь, растение или еще что-нибудь, поросенок, там, не знаю, что-то, да, что-то, что-то из природы, да, родоначальником данной группы, ну, то есть, это, понимаете, как сказать, это теория очень низкого уровня развития культа, когда люди имеют очень малое представление о природе даже, понимаете, ну, я как отношусь, ну, плохо отношусь, это несерьезно, хотя зерно-то есть там, конечно, что ведь основой, я уже вначале говорил, основой пирамиды развития является растительный мир, дальше там животные и так далее, но не желудок поросенка или голова черепахи. Ну, а почему красиво? Так висит желудочек? Понятно. То есть, это экстравагантно. Это говорит на уровень развития тех категорий людей, которые, так сказать, вот эти культы исповедуют. Ой, да сейчас этих культов везде, в каждом выставочном зале и центре, всё прям культура-культура, прям эстетика-эстетика, прям творчество-творчество, то там какашку какую-нибудь собачью найдут, покрасят её, повесят, то дохлую кошку, то ещё чего-нибудь. Прям вот, ну, вот что же вы сейчас сказали, вот это всё сейчас присутствует в современном мире. Вот эта вся дрянь, она сейчас вот выдается за высокое искусство. Так что нисколько не удивлюсь, если когда-то кто-то пришёл куда-то к каким-то племенам, которые деградировали, и сказал, вот ваш тотем, получите желудок поросёнка, и вот чтобы он и так далее. Я думаю, что как раз оттуда современное творчество и пошло. Может быть, кстати, те народы, иные народы, которые прославились своими чёрными квадратами и прочими вот такими интересными, экстравагантными, искусственными какими-то изобретениями, созданиями, может быть, они как раз и были вот оттуда, может быть, у них такой татеизм присутствовал, может быть, так это отголоски прошлого где-то, они так вот прям всё это выкладывают на вид, и всем говорят, вот это наше прошлое, вот это ваше прошлое. Я не сомневаюсь, друзья, что это может быть ваше прошлое. Пожалуйста, верьте в это, молитесь этому тотему или не молитесь, это ваше дело, но это не наше прошлое. У нас всё чуток по-другому было, у нас всё более изящно, более красиво, у нас не было вот этой дряни. Ну, мне так кажется, потому что я о своих предках думаю хорошо. Надеюсь, что и наши слушатели тоже хорошо думают о предках и до такой глупости они опускаются. Дальше, дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Известный учёный Анатолий Клёсов в своей книге «Происхождение славян» отмечает, что у ариев и негров был общий предок 160 тысяч лет назад, и что у ариев и таджиков одна гаплогруппа Р1А1. Что вы думаете по этому поводу? Леонид Григорьевич, благодарю. Значит, что я думаю по этому поводу? То есть, книгу, честно говоря, «Онгро Клёсове предсхождение славян» я не читал, но некоторые труды, с некоторыми трудами его знаком. То есть, мол того, я с Клёсовым разговаривал и, значит, слушал его мнение, он там интервью давал долгое. И из этого интервью я сделал для себя определённые выводы. То есть, он по многим вопросам совершенно правильно говорит и пишет. И ту, значит, теорию, которая, значит, помощь генетики по определению перемещений народов и по ГАПЛОВ-группам, тоже это работащие. Но, понимаете, вот это я высказал своё мнение. Он, с моей точки зрения, он как традиционный учёный, он и многие вещи не согласен со многими вещами, которые мы здесь с вами обсуждаем. В частности, он не признаёт, что вот Славян Арьев вот такие по ведам и по другим документам есть, что это всё фантазии, вымысел. Поэтому он многие выводы, общий предок Славян Арьев и негров не может быть, потому что даже в ведах написано, за что их запретили, что там корректно написано, что не берите там жён. Вот мы сейчас в экстремизм точно рухнем и запретят сейчас вообще всё. Да, Алексей мне запрещает отвечать. Запрещает. Я согласен с ним. Я с ним согласен. Я беру, так сказать, не буду приводить пример. Я скажу так, что вот Анатолий Плёсов не совсем согласен со всеми источниками, которое существует. Поэтому вот он делает вот такие заявления. Это моя точка зрения. Я тоже общался неоднократно с уважаемым мною Анатолием Клёсовым. Я его тоже уважаю. Анатолий Алексеевич очень интересный учёный и очень много сделал на самом деле для России. Но, как и у всех учёных, есть одна проблемка, да, в общем, как и у всех людей. Та информация, которая оказывается впереди, она замещает собой уже всё пространство. Принцип полноты стакана. И в этом случае добавить какую-либо другую информацию бывает очень тяжело. Это у всех людей, не только у учёных. А вот уже конкретно для учёных есть одна проблема. Кто из учёных на чём учился, тот и берёт эту теорию за основу. Например, сказали, что вот в Африке зародилась жизнь. Всё. Если учёный учился на этом постулате, если вся его жизнь учёного строится на постулате, то в этом случае он будет от этого идти. И если ему сказали, что вот там в Африке R1A1 присутствовал, значит, если он присутствует здесь в России, R1A1, значит, мы все родственники. Но при этом многие учёные, те даже, которые, скажем так, более здраво смотрят на этот мир, они не задают вопрос, а кто делал экспертизу останкам, которым 160 тысяч лет, а может быть больше? Каким образом удалось у останков, которым 160 тысяч лет, взять эту экспертизу? Это первое. И второе. А почему вы решили, что этот предок, от которого осталась только в лучшем случае фаланга, был как раз не русским человеком, ну, с точки зрения белым человеком? Ведь известно по древним преданиям, что всё, что было до экватора, называлось Русь, то есть светлое, вот всё, что было до экватора на всех континентах и в Америке, и то, что называют сейчас Евразией, это всё называлось Русью, то есть это было светлое, где жили светлые люди. Скажите мне, уважаемые учёные, вы когда нашли фалангу, на ней что, была какая-то кожа, которая указывала на цвет этого человека, может быть, волоски были, которые указывали на то, что это был какой-то там неандерталец, покрытый шерстью, или обезьен какой-то, который только что с дерева неудачно упал и поэтому помер под ним. Его там завалило, и вот фаланга осталась. Где указание на то, что это был единственный и единый прародитель и для тёмных, и для жёлтых, и для красных, и для белых людей с этими цветами кожи. Никто этого не говорит. Просто, опять же, учёные отталкиваются от того, если сейчас в Африке живут негры, значит, это всегда была территория негров, это означает, что там всегда были негры, и если мы нашли там фалангу, то это фаланга негра, и значит, все люди произошли от этого негра. Вот примерно такая вот ситуация. Детишки, идите, пожалуйста, в детский сад, там вам много чего интересного расскажут, как ухаживать за собой, сказки вам почитают, но это не подход учёного. Учёные всегда отталкиваются от другого, что всё переменчиво, что вполне возможно, там было что-то не так, как вам это сейчас кажется. Вот давайте-ка вот учитывать эти моменты, давайте попробуем какие-то древние предания почитать, давайте хотя бы чуть-чуть напряжём мозг, что тот, кто вам какую-то информацию давал, он хотя бы как минимум, как минимум, подчёркиваю жирно, мог ошибаться, а как максимум мог проводить ту теорию, которая была выгодна его народу для того, чтобы другие народы оказались в совсем неудобной позиции. Понимаете, товарищи? Вот это мы как-то будем вообще учитывать? Или мы будем себя просто учёными называть? Потому что нас кто-то научил повторять эти слова, повторять эти теории. Но учёный это не собачка, которая гавкает, когда показывает один палец, она один раз гавкает, когда показывает пять пальцев, она гавкает пять раз. Это не собачки в цирке. И не за это учёным деньги платят. Учёным деньги платят за то, что они научили свой разум разуметь и разбираться и понимать мир, какой он есть, а не каким им представляют и каким он им кажется. Вот мне кажется, это более здравый подход учёного, человека к нашей жизни. Ну вот как-то так. Уж извините за долгое выступление. Алексей, у меня вопрос. Кому? К вам. Вот тут есть эти просто комментарии, реплики. Надо на них отвечать. И если реплика заслуживает внимания, если она, на ваш взгляд, интересна всем нашим радиослушателям, то на неё можно отвечать. Если считаете, что реплика неинтересна и не нужна, то в этом случае отвечать имеете право не отвечать. Вот как вы? Ну, значит, первая реплика – это вопрос к вам. Здравствуйте. Когда Шемшук будет в эфире? Шемшук будет в эфире по плану. У нас в анонсах сейчас представлен достаточно длинный план уже до мая месяца. Поэтому смотрите, там, насколько я помню, Шемшук присутствует. Если я ошибаюсь, извините меня, я не слон, у меня голова небольшая, поэтому я могу ошибаться. Но к эфиру к сегодняшнему это отношение не имеет. еще какая-то реплика есть ко мне? Нет, дальше просто… Хорошо. Ладно, хорошо. Просто я на эту реплику не могу ответить, потому что я не знаю, кто… Ну, понятно, да, кухня радио-то она неизвестна. Так, Лайша, теперь я читаю. Вот мы теперь так будем перебрасываться. Теперь я читаю. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. А, ну, это уже было, это мы как раз про Анатолия Алексеевича поговорили, Клёсова. Из Ютуба. Сэр, здравствуйте. А, ну, вот все, в принципе, хуй. Я опять читаю реплику. Здравствуйте, сэр. Ответили. Реплика в эфир. И не найдут останки, потому что, по-современному скажу, в ведах написано, ничего своими телесами землю не засорять. И сжигали. Кстати, когда вот мы общались с Анатолием Алексеевичем Клёсовым, то на этот… Такая же у меня была реплика к нему. Я говорю, «Антолий Алексеевич, ну вот там сказано, что где-то нашли уже человека, который вот похож на белую нашу, на наших белых предков ИР-1А1, вот всё хорошо, замечательно, а до этого типа следов нет». Но я говорю, ну ведь до недавнего времени крадирование было, то есть отправление к роду через огонь. А как огонь… Вернее, сначала спросил, а как огонь влияет? Он сказал, очень отрицательно. То есть огонь уничтожает многие следы, разобраться в чём-то невозможно. Я говорю, но ведь наши предки до недавнего времени крадированием занимались, отправляли через огонь к роду умерших своих товарищей, родственников и так далее. Я говорю, это мы как-то тоже будем учитывать или не будем? А у других племён было принято захоранивать, у других людей было принято захоранивать, то есть осквернять землю. Вот поэтому их останки полным-полно сейчас, уже куча, а останков наших предков ещё днём с огнём надо поискать. Так что вот на этот вопрос как-то ответа я не помню. Я могу добавить. То есть, значит, дело в том, что те, кто захоранивал, так сказать, уже знания потеряли, и, значит, и наши же предки потом стали хоронить, да, то есть потеряны были знания, а знания о реальном мире. А реальный мир таков, что когда через обряд крадирования, да, через сжигание идёт, то, значит, тело сгорает, да, а сущность, душа сразу освобождается, идёт на свой уровень. А не ждёт 12 месяцев и не наблюдает, как там черви поедают плоть, что весьма неприятное наблюдение смотреть, пока органика не распадётся, и только тогда, значит, вот эта так называемая серебряная нить отрывается и сущность уходит на свой уровень в результате того, как она развилась в этой жизни. Поэтому вот это наши предки знали, что как устроено, что это быстрее процесс идёт и полезнее для человеческой сущности, для души. Поэтому и сжигали. А когда потеряли эти знания, то стали, ну и по другим причинам, может, леса не было в местности, стали хоронить. Вот такой ответ. Да, там после того, как стала внедряться определённая теория загробной жизни, то после этого, когда были убраны знания о развитии души, о развитии духа, о развитии всех живых микросущностей, которые помогают человеку здесь существовать и жизнь, потому что человек жит не только физическое тело и душа, тут есть дух, тут есть живатма, тут есть много-много чего другое, то есть микро-такие вот вкрапления, из которых вот человек и состоит. И для того, чтобы дальше у них продолжалась если современным языком говорить эволюция, то есть продвижение по своему направлению развития для того, чтобы их не задерживать, то в этом случае применялось как раз крадирование. То, что необходимо было отправить к роду и шло к своему роду, то, что необходимо было освободить для дальше воплощения здесь на земле, оно тоже освобождалось, то, что нужно было куда-то отправить другие места, тоже освобождалось и так далее. То есть эволюция очень быстро шла, люди очень быстро развивались, очень быстро освобождалось место для того, чтобы сюда прийти, для того, чтобы заново, если это было необходимо, или кому-то из родичей сюда прийти для продолжения своей жизни, для получения чего-либо в этой жизни и получения каких-то знаний. Вот для этого применялось крадирование. А когда это было заменено некой теорией загробной жизни, где без участия высокоразвитой сущности невозможен страшный суд и дальнейшая жизнь в замкнутом пространстве, называемой адом или раем, вот тогда и начались вот эти все так называемые интересные моменты, которые сейчас мы в отравленном обществе цивилизации видим. И вот тут очень много-много различных проблем. Реплика из Ютуба от СРБ. Нет никакого ледникового периода, есть ядерная зима. Точка. Ну, здесь это СРБ ошибается. То есть ледниковый период был учеными... Хотя ядерная зима, она не исключает возникновение ледникового Ядерная зима была 13 тысяч лет тому назад, когда была реальная война и как следствие термоядерной войны была ядерная зима. Ну, и был ледниковый период, потому что этот ледниковый период был связан с той же ядерной зимой, потому что ось земли тогда на 23,5 градуса повернулась, полюса сместились. А перед этим были просто другие ледниковые периоды. причины их там были разные, но они не были связаны с ядерной зимой. Ну, суть в том, что было и то, и другое, и третье, причем это могло происходить по разным причинам, так что я думаю, здесь копия ломает. 13 тысяч лет назад, да, это именно ледниковый период был связан в том числе и как результат того, что ось сместилась, была ядерная война, была ядерная зима. Ну, мы сейчас копию не будем ломает. Да, он говорит конкретно, что нет никакого ледникового периода, просто на самом деле, почитайте, ученые геофизики определили четко, были и не один. Причем, опять же, если их ученых трогать, да, так это, к ночи, то в этом случае, вот как-то я смотрел, очень интересный такой документальный фильм, и там однозначно указывали, что были, были интересные катаклизмы по всей Земле, которым примерно около 120 тысяч лет, около 13 тысяч лет, то есть они указывали на те самые даты, о которых мы неоднократно в передачах говорим. И все это сводилось к вопросу, а почему они были? Вот ответа нет, они констатируют, да, был потоп, да, волна обошла несколько раз весь земной шар, да, вот эти наносы, они видны, и в горах они видны, что вот на саму гору вода не зашла, а вот Ил, он вокруг обошел, вот там подтеки есть, все здорово, все отлично, но почему это было непонятно? Кто-то говорит, там упала комета, кто-то говорит, упал астероид, кто-то говорит, там еще чего-то, но ни один, ни другой, ни третий вариант не объясняют того, что скорости падения астероидов, скорости падения комет, если бы представить, что они упали, такие большие, что, ну, с Землей бы было что-то очень страшное, не было бы, наверное, сейчас той Земли, которая вот присутствует, поэтому, скорее всего, это были или уже осколки падения рядом находящегося какого-то объекта, например, Луны, как говорят, да, Луна Фата, которая рассыпалась, осколки упали, или Луны Лели, осколки, которые ратью сворожичей с неба спустились, да, вот тогда, да, небольшое расстояние разгона ещё не так много, и естественное притяжение Земли, так называемая гравитация, она, в общем-то, мягенько так всё это дело опустила на Землю, и тогда, да, какие-то подвижки могли быть, да, какие-то изменения могли быть, катаклизмы могли быть, но они не столь смертельны для всей Земли. А вот если, например, комета вмазалась в Землю со скоростью там, ну, очень-очень большой, с которой даже современные спутники не летают, вот, или какой-нибудь там астероидик, несколько десятков километров прилетел, как это учёные говорят, вот тогда бы, тут не обошлось бы волной, которая три раза Землю обошлась, тут бы всё было гораздо сильнее. Ну, не хотят, видите, они другие варианты, что что-то могло быть не так, как им это кто-то рассказал, ну, вот такие они учёные, вот они в чём-то там печёные, ну, вот им нравится так, вот они, всё. Ладно, реплика в эфир от Владимира Заметича. У меня соседи на два этажа ниже все шерстью покрыты, и по телефону говорят так громко, словно пытаются докричаться сквозь тысячелетия до своих родственников, неандертальцев, а вы говорите, они вымерли. Кстати, недавно было в Москве, пришлось мне тут посетить этот город, не буду рассказывать, для чего и как, еду в метро, но на самом деле, Владимир, встречаются особи, дожитые до нашего времени, реально, и я понимаю, теперь вот, убеждаясь той теории, которую выдвинула, которую шумеры подтвердили, то, что и в библейских написано, и в ведических писаниях написано, о том, что были так называемые коренные недочеловеки на земле, а вот такие вот непонятные существа, которых боги, пришедшие сюда, доделывали для какой-то, для чего-то, в человекообразный вид, очень долго проводили эксперименты, это уж умеров можете почитать, и в конечном итоге получился тот, кого называли Адамой, то есть сделанный из праха земного, и уже там дальше библейский сюжет, как он там в раю был, и какие там плоды, он кушал, не кушал, вот, для определенного он там был, дело создан, но и были другие человеки, которым земля была дана в обережение, в управление, и вот эти люди, они отличаются между собой, одни были созданы, как существа, выполняющие определенный вид работ, другие были сюда присланы, может быть, с небольшими доделками генетически, для того, чтобы жить в этих условиях, это я не исключаю, но основа была именно вот наша древняя, вот, а кто-то уже там перемешался и так далее, то есть, Владимир, вот я тоже видел таких людей, плохо это и хорошо, я не буду говорить, потому что все, что есть на этой земле, это для чего-то нужно, и не мне судить, хорошо это или плохо, но то, что вот ты заметил, что есть такие, я тоже об этом замечал, и нормально, но это наши соседи, с ними жить, и ничего есть плохого, наверное, нет, и кого-то там как-то называть, и пальцем тыкать тоже, наверное, это детский сад, и глупо, раз уж мы живем на земле, каким-то образом мы должны уживаться, и каким-то образом мы должны влиять на эту землю, чтобы жизнь, они становились лучше, без насилия, без революции, без других потрясений, так что нравится тебе это, не нравится, как они громко разговаривают, как в анекдоте, Тула, Тула, да, а не взяли по телефону, вот, такой мой взгляд, то есть никаких там не нужно сражений, нужно просто становиться теми, кем мы должны быть по своей сути, не плакаться там, не сопливиться, платочки не рыдать, реплика в эфире с YouTube о дяде Степе, обезьяны это мутанты, люди после ядерной войны, точка. Ну это неверно, потому что дядя Степа, видимо, плохо слушал сегодняшнюю передачу, там говорилось, значит, по поводу обезьян, обезьян это вид, который произошел на нашей земле, эволюционно, а тот разумный вид, который, так сказать, произошел на нашей земле, человекоподобный, это неандерталец, а после войны, это, как он написал, после ядерной войны, это, обезьяны это мутанты, тире люди, обезьяны не могут превратиться, люди, вернее, не могут превратиться в обезьян, там я говорил про различные мутации, положительные, есть отрицательные, почитайте генетику, это ничем не обоснованная реплика, давайте, так сказать, по делу. Сейчас, сейчас, из чата тут написал, ингварь, из эфира прям веет некой злостью, Алексей, сбавь обороты, как бы ты ни был прав, это слушается как-то уж очень некрасиво, агрессии и веет. Да, я сегодня агрессивный, как там говорил, это, фрекенбок, про этого, про собачку, которую подарили малышу, собака нестерильная, агрессивная, да, вот я сегодня нестерильный, агрессивный, вообще некачественный сегодня, так что уж извините. Так, Владимир Арбузов, вопрос в эфир, куда делись с Анти, который дал дождь Бог? Ну, думаю, что никуда не делись, это вопрос, наверное, к хранителям, которые этим хранят, они же, видите, дохранили, донесли, издали, было издано это, значит, на современный язык, переведено, и издали. Так что, думаю, и сами золотые эти с Анти сохранились. Очень часто задают вопросы, а почему эти с Анти никто не показывает? Вы, вот что, прежде чем задать вопросы, наверное, обратитесь к тому, как такие институты, как Инквизиция, например, действовали, и какими путями, и какими способами они действовали, каким образом уничтожалы древние какие-то знания. То есть, поджоги библиотек, пылали библиотеки по всему миру, знания в этих библиотеках, вернее, манускрипты в этих библиотеках насчитывали возраст примерно 40 тысяч лет. Можете себе представить, да? И все это было безжалостно сожжено или спрятано, а потом, как помните, операция «Ы», да, до тебя уже все украдено, тебе там не надо ничего воровать, не надо ничего красть. Вот, вполне возможно, что там что-то было вывезено самое ценное, а остальное там, что уже ерунда, там на воде было все сожжено и потом заново переписывалось. Почитайте внимательно о том, как даже летописи уже новых каких-то религий переписывались, где в одном столетии написано вот так, в следующем столетии уже написано вот так, а сегодня, считаешь, написано этак. Ну, берем то же самое, например, слово «благодати» митрополита Иллариона 1050 год, там в оригинале написано «Каган Владимир», а в современной летописи написано уже, например, «Князь Владимир». Ну, нормально, все хорошо, замечательно. Подправили так, ничего, выбросили то, что не нужно. Или той же самой «Повести временных лет», там целые куски просто убраны по годам. Куда делось, чего делось, зачем? Возьмите те же самые писания святые. Если возьмете, найдете древнее какое-то писание, вы убедитесь в том, что оно как-то совсем по-другому читается, нежели то, которое сейчас представлено. Так что, что делают с тем, что не устраивает по каким-то причинам кого-то? Этот кто-то пытается это уничтожить. Поэтому много раз, вот посмотрите на то же самое Египет, обратите внимание, приезжаете в Египет, ходите по различным городам древности, и вдруг смотрите, фараон, вроде туловище осталось, а лица нет. Вроде бы там какая-то надпись была, но она сколота. А почему? Да потому что тот, кому не было угодно, чтобы этот фараон был более древнее, чтобы вот то, что он построил, принадлежало ему, относилось к нему, это всё было сколото. Лица были сколоты, какие-то писания были сколоты, вместо них нацарапано что-то другое. Но принцип-то вот этого отношения, он одинаковый. Уничтожай всё, что было до тебя, и пиши свою историю. Вот напишешь как историю, так твои потомки или тех, кого ты будешь обучать, потомки других людей, в это и будут верить. Всё очень просто, и очень наглядно, и понятно. Поэтому давайте сейчас представим какие-то оставшие, уцелевшие, очень малую часть древностей. Представим, принесём в какой-то институт. невзирая на то, что до этого приносились в институты какие-то дощечки, какие-то скрижали на камнях, какие-то там, может быть, карты каменные. И где эти дощечки, где эти скрижали, где эти камни? А никто не знает. Они раз и пропали почему-то. Ёлы-палы, как интересно. Давайте теперь ещё что-то дадим, прямо как в анекдоте. В прошлом году мы посеяли гектар пшеницы, всё пожрал хомяк. Теперь мы посеем 10 гектар, нехай суслик подавится. Вот из этой же серии. Не подавится, уверяю вас. Не подавится. Хотя посмотрите о том, какими способами, как это всё уничтожалось, как это всё переписывалось. И тогда станет понятно, почему до сих пор многие писания лучше припрятать и давать какие-то знания. А вот чтобы определить эти знания, правда или вымысел, но вы включаете просто здравомыслие и просто спросите себя, вот это по-нашему, генетически, это вам соответствует или не соответствует? Вы так бы жили или так бы вы не жили? И вот потом уже начинаете рассусоливать, что это вымысел, это придумка и так далее. А у нас большинство людей этого нигде не написано, говорит так, он этого нигде не написан, значит этого не было. А кем написано должно быть? Кто это должен был писать? С какой стати? Ну вот и всё, вот от этого давайте отталкиваться. Идём дальше. Реплика в эфир с Ютуба от дяди Стёпы. Напомню, что дяди Стёпы называются у нас все, или Степанидой, те, кто себя никак не подписывает, те, кто не указывает своё имя. Поэтому дяди Стёпы и тёти Степаниды. Самое странное животное это обезьяна. Не вписывается в пищевые цепочки. Он безъяна. О, безъяна. Человек-мутант. Вот это продолжение того же самого. Ну ладно, мы уже ответили, идём дальше. Вопрос эфира от Владимира Замытьевича. Лин Григорьевич, знакомые с концепцией общественной безопасности и в частности со вторым приоритетом управления, хронологическим. Кто управляет прошлым, управляет и будущим. Нет прошлого, нет будущего. Знакомых с концепцией безопасности читал товарища Петрова. Давно, правда, но читал. Ну не только один Петров писал, там целая команда писала. Ну да, то есть всё это концепция «Мёртвая вода», всё это название «Мёртвая вода» мне не нравится. Ну и там многое мне, так сказать, я, как говорит, Шариков говорил, я с этим не согласный, да. Ну сама вот эта структура выстроена на ваш взгляд правильно? Да. А вот сам вот этот приоритет управление, второй, что спрашивает Владимир Азиматиевич, да, всё правильно, кто управляет прошлым, управляет и будущим. То есть мы это как раз и видим. То есть нас пытаются лишить прошлого. Известная фраза, народ не знает, что всё прошлое не имеет будущего. поэтому здесь всё верно, если коротко говорить, если дольше, там ещё вопросов много, поэтому давайте пойдём дальше. Вопрос был согласен, я согласен. Да, да, да. То есть можно относиться по-разному, но вот та структура, которая представляется, приоритеты, на мой взгляд, очень грамотно, очень правильно расписано, за что низкий поклон создателям этого всего. Идём дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Лен Григорьевич, почему раса переселялась по горам в течение 16 лет, если она заблаговременно была предупреждена волховым спасом? О бедствии и не видится ли вам здесь настойчивая привязка к числу 16? Ведь это, по моему мнению, делает события, безусловно, произошедшие в те времена похожими на мифологию, которая часто часто привязывается к магическим числам и дням. Благодарю. Олег из Иркутска. Я понял. Значит, Олег, что я могу ответить? Я вот, честно говоря, не знаю, откуда это взято, почему раса переселялась по горам в течение 16 лет. Про горы Репейский, скорее всего, идет в виду. А, если про горы... Вот, не знаю я, почему именно 16 лет, а где это взято. Я что-то не увидел в 16 лет. Понимаете, я думаю, здесь число 16 вылезает из-за чего? Что у нас, наших предков, просто раньше был другой календарь и лет, время счастления было, 16-ти речной, скажем так, 16... Вот, скорее всего, тут как-то с этим привязано. Другого ответа дать не могу. На мой взгляд, здесь очень просто, ведь не обязательно иметь себе представление такое, что наши предки навьюченными мамонтами, как это часто рисуется очень красиво на картинках, двинулись в поход, и вот 16 лет они на этих мамонтах брели, такие, значит, это бедуины, да, столько не с верблюдами, а с мамонтами, и по этим репейским горам. На мой взгляд, здесь очень просто. И 16 лет могло быть переселение, но оно не заключалось в постоянном движении, а могло заключаться в ожидании отхода воды, поскольку очень много воды, если мы говорим про те давние времена, более 100 тысяч лет которым, и те массы воды, которые упали на землю, они сотворили великий потоп, и остались на возвышении только высокие какие-то горы, а поскольку Дарья затонула, и было о том предупреждение, то заблаговременно кое-кто поднялся на летательных кораблях вверх и пережидал это время, находясь сверху, кто-то переселился на другие земли, кто-то находился на возвышении, в частности, на горах так называемых Репейских, и это не обязательно, что там двигались, они не могли просто стоять там в каком-то граде построенном и ждать то, что вода уйдет, а вот когда вода уже ушла, то тогда уже на Равлине было основное переселение и занимались те места, которые были хороши для жизни, на которые указывали жрецы, провидцы, может кто-то говорит, боги, также опускались вайтманы или виманы и многие другие летательные аппараты, которые опускали людей уже на на сушу, с которых вода ушла, и вот тут как раз и появились уже племена, заселявшие континент, не только Дарию, но и континент, а Дарья спокойненько погрузилась себе в пучину, вот, на севере, так что переселение это не движение, это не цыганский табор, здесь однозначно, опять же, так подходить не надо, и то, что это было переселение именно только по горам, я тоже так, наверное, не говорил бы, много было способов, и все они использовались. Ну, я добавлюсь чуть-чуть, я сначала вопрос не понял, как бы, а сейчас, когда Алексей начал рассказывать, что это из Дарьи, да, поймите, что Алексей Пренн сказал, ведь там же переселение было разными путями, кто-то переселялся, вот, мы же сегодня обсуждали, кто-то ушел на эти, на Ветмар, кто-то через врата между миром ушел, да, и Дарья в один день не затонуло, и, кстати, известно, что продолжение Орельских гор или Уральских гор является Хребет Ломоносов, он сейчас находится под водой, и вот он длинный, понимаете, он сейчас под водой, и сколько там шли, вот то, что Алексей сказал, неизвестно, может быть, и на самом деле, и выжидали, что там были моменты, когда пришлось переждать, это уже просто как бы народный фольклор, который, значит, точно или не точно описывает, но вот те вещи, которые сказал Алексей, вполне возможны, и на самом деле переселялись всеми разными возможностями, которые были. Ведь же всегда есть какие-то экспедиционные части, которые располагаются на каких-то участках для того, чтобы следить за климатом, следить за тем, что происходит, смотреть, как это все происходит, да, а есть основные переселенцы, которые потом приходят. Поэтому я не думаю, что все вдруг народы ломанулись по этому хребту, который сейчас называется Ломоносов, который опустился вниз, который выходит уже из моря, из пучины морской северного ледовитого океана, как уже уральские горы, то есть, которые назывались репейскими. Поэтому однозначно, опять же, не подходите, иначе вы становитесь те же самые ученые, которые где-то что-то услышали, с той стакан запомнили, и дальше уже ни вправо ни влево, отхода никакого нет. Не надо такими становиться. Смотрите более широко, рассматривайте все варианты. Ведь как раз славянское и русское ведичество заключается в том, что мы всесторонне взираем на этот мир, мы всесторонне пытаемся его понять. И не только то, что мы видим, а то, что мы еще и не видим, то, что для нас еще может дойти из преданий, то, что зашифровано, то, что вы получаете какие-то знания, информацию не только из книжки, написанной вам на столе, которая лежит, вам положил тут на стол, а еще и из других источников. Более широко смотрите на мир. И мир тогда другими красками засияет более широко. Так, идем дальше. Ярослав, город Ногинск. Вопрос в эфир. Если мы приобрели, прибыли сюда из космоса, то мы принадлежим к одной из трех белых рас. Если так, то к какой? Значит, не было никаких трех белых рас. Есть в нашей Вселенной белые, черные, красные, желтые и серые расы, социальные паразиты. Вот пять рас. Это в ведах, читайте. Ну, если уж мы по ведам, Валерий Григорьевич, если уж по медам, то в этом случае тогда раса все равно получается одна, потому что слово раса означает белый. Да, и что, вот я дальше хотел добавить, Алексей, что раса – это первые буки, роды асов, как там дальше. Страны асов. Роды асов, страны асов. Так переводится. Да. Значит, поэтому тут вопрос не возникает. То есть, колонизировали белые расы несколько родов. И четыре было, и первые четыре поселенства четырех родов. И написано, кто? Дорийцы, хорейцы, россиян. Россиян и святорусы, да. И потом добавлялись еще другие тоже представители, которые тоже относились к расе, и там сказано, что… Да, и приезжали из других еще цивилизаций. То есть, это эксперимент проводили огромное количество цивилизаций. А принадлежали они, значит, белая раса проводила этот эксперимент. Вот, поэтому давайте так, если мы называем расы в современном представлении, то раса в этом случае существует множество. Если мы говорим про расы, которые вот Лен Григорьевич сейчас озвучил, то в этом случае раса, она одна, потому что слово раса означает именно белый, чистый и так далее. Это не мои выдумки, это можете заглянуть в какие-то международные уже законодательные дела, там, писания, там как раз указывается о том, что такое раса и что такое табула раса и что это означает. Вот, поэтому здесь никакого расизма нет, никакого там экстремизма нет, это просто название и не более того. Все народы, которые здесь на Земле присутствуют, вот ещё раз говорю, они для чего-то здесь нужны. Каждый народ здесь на Земле ценен для чего-то. даже те, даже те, кого часто называют паразитами, он для чего-то здесь нужен и какую-то роль он здесь выполняет. Иначе, если бы вы считали, что он появился здесь просто так сам по себе, без разрешения на то богов, то вопрос, а что тогда за боги такие, чего разрешение не спрашивают и здесь появляются. То есть, в этом случае идёт реальное нарушение представления божественности. Если уж вы говорите о всемогущих богах, то тогда с их позволения и с той версией разработки мироздания, которая ими представлена, они здесь появились. И мы здесь появились. И все вообще другие здесь появились. Поэтому, когда вы начинаете говорить о том, что кто-то здесь вот такой плохой секой, вы в этом случае включите в того бога, которого говорите, что он такой великий и могучий. Потому что получается, что без его участия это всё здесь произошло. А такого быть не может. И вы тогда или не про того бога думаете, или тогда те, кого вы называете негодяем, мерзавцами, они выше богов, или вы что-то недопонимаете. Вот как-то давайте разберитесь в этом и тогда поймёте, для чего они, для чего вы, для чего другие. И всё это встанет на места. Тогда без войны, через осознание вы сможете прийти к тому пониманию, которое вас выведет на более высокий уровень осознанности. Как только более высокий уровень осознанности появляется, осознанности, то в этом случае тогда и по-другому вы начинаете жить. Если вы становитесь здоровее, то болезни вам уже не страшны. Это простой такой постулат жизни, принцип жизни. Здоровый организм, болезни не страшны. Всё. А сидеть, чихать и плакать, и при этом не заниматься оздоровлением себя, а быть больным, можно бесконечно долго. Можно сетовать на бактерии, на грибы, на что угодно, но при этом ничего не делать для того, чтобы быть здоровым. Пришло время вам это осознать и нам всем осознать. И даже тем, которые ведут себя не очень хорошо, осознать, что в конечном итоге будет очень печально для всех, если они будут развиваться по тому, как они сейчас развиваются. Вот сейчас пришло время переосмысления. Кто имеет здравомыслие, тот будет дальше существовать и развиваться. Кто не имеет, тот по каким-то причинам будет с этой земли уходить при помощи богов, при помощи там еще каких-то катаклизмов или что-то еще. Я уж и не знаю, здесь я не судья и не провидец в данном случае, но что-то будет происходить. Кому это надо, пускай так себя ведет. Кому не надо, пускай ведет себя по-другому. Все очень просто и логично. Идем дальше. Вопрос в эфир. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кроме четырех видов рас, были ли на земле рас великанов, лилипутов, русалок? Спасибо. Мы же ответили в предыдущем. Идем дальше. Реплика из Ютуба. Евгений Степа. Здорово, что мы живем, пока есть ученые, которые мыслят СССР мышлением. Будущее наше уже по-любому смоделировано без таких глубоких знаний наших дедов-открывателей правды жизни человечества. Вот такой, скорее всего, даже не вопрос, а такая реплика. Я вообще не вижу. Да, это реплика. Вопрос в эфир от Сереги Щукина. На земле присутствуют существа других цивилизаций, галактик. Я не сталкивался, а говорят, что прилетают, и все время, и часто, и посмотрите там РНТВ, сколько примеров приводит. И, значит, в американских источниках сейчас рассекретили ЦРУ, там многие вещи. То есть, на самом деле, контакты давно происходят, даже во многих странах есть эти живые планетяне и мертвые, и с ними эксперименты проводят, и они проводят эксперименты. Так что присутствуют существа других цивилизаций. Полный взаимообмен, полный контакт. Все это присутствует, конечно. Дальше идем. Вопрос в эфир от Геннадия Затверей. Я видел в Ютубе видео, что там же есть следы гигантских гусениц от тракторов или что-то похожее от этого. Конечно, исчезают и появляются в других местах. И так же, что в Атлантическом океане есть стена Антарктиды и до Антарктики. Вам что-то об этом известно? Благодарю за ответ. Вот такой вопрос. Насчет следов тракторов и гусениц, не знаю. Ничего не видел. А вот стены от Антарктиды до Антарктики никакой нет. Есть просто разлом. Если вот в этой же программе Google S, которую я сегодня показывал вам, эти снимки посмотрите, да, про Даарю я сегодня показывал свои эти исследования, то увидите, там разлом просто есть, плит. Но он, я уже не помню, тянется он от Антарктиды до Антарктики. Честно говоря, ты мне надо заглянуть. Такой ответ. Но это не стена. Это разлом просто, плиты тектонические. Вопрос эфира от Павла из Подмосковья. Доброго времени суток. Каждый предмет пропитывается эмоциями окружающего. Вопрос к сказителю. Следующий. Если доводилось соприкасаться с артефактами, каковы были ощущения? Да это очень этот, как бы, вопрос требует долгого ответа. Могу, конечно, сказать. Вот сталкивался, конечно, с артефактами. И я же определил, что какие-то, значит, артефакты. В книге написал, что полно артефактов, которые сделаны с помощью современных компьютерных программ графического редактора. И они липовые. И они, естественно, не вызывают, скажем так, вы говорите о эмоциях, а я отвечу другими словами. Они не вызывают никакого резонанса. То есть, человек это, если человек что-то чувствует, то он может чувствовать эти, то, что вы называете эмоции, а точнее материи, эти потоки, и они не вызывают резонанса. Поэтому можно определять, ложно это или нет. Вот так коротко. Дальше сэр Белл пишет из Ютуба, почему все континенты начинаются на букву А, и только Европа на букву Е? Не знаю. Ох, есть интересная версия, но не буду озвучивать. И так, сегодня уже много было сказано. Вот только придут ко мне, скажут, вот ты много опять говоришь, того, чего не надо говорить. Не буду озвучивать. Реплика, эфир из Ютуба от Ильи Бута. По поводу великанов и других живущих ранее на этой планете почитайте Сэла Рэйчела. Благодарю. Дальше, вопрос эфир от Антона. Знакомые человекоподобные существа, живущие рядом с нами. То есть, знакомы ли такие человекообразные человекоподобные существа, живущие рядом с нами? Ну, мне кажется, уже ответ был. Я не совсем понимаю. Это мне или что-нибудь знакомым? Да, да, да. Знакомые ли человекоподобные существа? человекоподобные. А тех, которые говорили раньше, ну, встречаются, конечно, я называю это низкий уровень культуры. Причём, вот для человекоподобного, кстати, может опуститься человек, тот, который когда-то принадлежал к очень высокопоставленным родам во всех смыслах этого слова. Деградация, она такая штука, ей подвержены все. Поэтому вот когда кто-то тычет, а вот там другой народ, там вот такой-сякой, а вы посмотрите, что с вашим народом делается. Что вы сделали для того, чтобы ваш народ поднялся, и почему вы не тычете в свой народ, вот какому-нибудь там пропойцу с выпученными глазами, который себя ведёт как обезьяна, а может быть даже и хуже обезьяны, может хуже даже свиньи. На мой взгляд, надо всегда в первую очередь обращать внимание на своих родичей, на своих сородичей, чтобы он поднялся из грязи. А потом уже тыкать другого, иначе как при баутке сказочки, поговорке, чужом глазу соринку видеть, а своём бревна не замечаете. Дальше. Карил, вопрос эфир из Ютуба от Кирилла, здравия, Олег Григорьевич, бытует версия, что мега- и монолитические постройки в мире, продукты литья разных каменных смесей, само слово «литос», греческая камень, даже как-то сильно напоминает его славянское происхождение, слово «лить». Как вы к этой версии относитесь? Благодарю. Ну, дело в том, что технологии разные, не надо за это зацикливаться. Были технологии и литья, были и, так сказать, вот сегодня мы смотрели огромные каменные, да, в горной шоре огромные каменные глыбы, да, ну, сами понимаете, литья, такие вещи. Наши предки использовали совершенно разные технологии. И именно используются природосберегающие технологии. Я уже говорил в предыдущих эфирах и ранее, что наши предки использовали природный рельеф. Вот примером такого являются пирамиды и не одна. В частности, на примере пирамиды в Боснии, где конкретный рельеф горный, который был использовался и были другие грани просто пристроены. Поэтому наши предки и по этому поводу есть много работ, в которых следователи правильно замечают, что раньше вообще была философия другая. У тех предыдущих цивилизаций, тоже наших предков, они не выполняли функции царя природы, что как же мы сейчас строим. Приходим, расчищаем, выравниваем, срубаем, а на этом месте строим. А наши предки наоборот все не нарушали экологическую систему и подстраивались под природу. Поэтому а что на греческие нас все время сводят, греческие, но это я тоже рассказывал, что понимаете, это ложная парадигма. Значит, про древнюю Грецию, про древнее римское империе уже были ответы. Не было никакой ни древней Греции, ни древней римской империи. Это было, раньше Европу все занимало, всю нынешнюю Европу и Азию называлась, значит, держава, которая называлась Асия. А это все появилось древнегреки, древнегреческий язык и латинский язык 15 веке, искусственные языки. Так, вопросов еще много, поэтому будем покороче. Реплика из Ютуба от Сэр Белла. В Африке русичи жили, вот поэтому там Р1А1. Идем дальше. Вопрос в эфир от Геннадия из Твери. Читал, и даже сейчас перед носом стоит книга Клёсова ДНК о генеологии про то, что мы, человеки, зёбры. Там не сказано, где он об этом говорил или писал. Да, потом он говорил, что русы из Европы вышли, а не из Дарии, с чем я абсолютно не согласен с ним. Кажется, что он поддался ортодоксальным историкам или надавили на него. Ну, мы уже отвечали на этот вопрос, здесь то же самое, мне кажется. А почему про зёбр тут написано? Я что-то не понял. Про зёбр я не знаю. Я не читал у Клёсова про зёбров. Нет, такое ощущение, что вы что-то сказали про зёбр, что мы появились там про зёбр, потому что здесь написано, там ничего не сказано. Генеалогия. Так, ещё раз. Перед носом стоит Книг Клёсова. Генеалогия. Может быть, он кому-нибудь другому там отвечает? Нет, просто был в чате разговор, с чего вдруг Леонид Григорьевич сказал, что мы там от зёбр произошли. Может, что-то не так человек услышал? Да. Просто был разговор о том, что зебра с современной лошадью как-то особо. Здесь, наверное, не так было расслышано. Неандерталис и говорил, что неандерталис и современные хомесапицы. То же самое, как у зёбра. То же самое, это вот. Да. Ладно, идём дальше. Из Ютуба, сэр Белл. Кто-нибудь знает, где сейчас Трехлебовский и Невичем, куда они пропали? Да никуда они пропали, а живут своей жизнью. Дальше отвечать не буду. Вопрос эфир. Отшельник. Что же всё-таки из библиотеки Ивана Грозного? Благодарю за ответ. А, кстати, а что с библиотекой? Сгорели, разворовались, спрятали? Ну, говорят, что её нашли. Были такие публикации. Значит, были противоречивые публикации. Говорят, что нашли. Осталось даже письмо публиковали в интернете. Один письмо товарищу Сталину. Один этот забыл его фамилию, который как раз и занимался поиском. Он говорит, указывает место конкретное между двумя башнями Московского Кремля, что она там находится. Осталось, мол, дело докопать. И резюме в этой заметке, что якобы письмо до Сталина не дошло. То есть, разные есть предположения. Кто-то заявляет, что нашли. Ну, понятно. Хорошо. Реплика эфира. Израиль Григорьевич не может быть здания шириной около 20 километров. Я-то говорил, когда показывал, не говорил, что это здание, сооружение. А что это сооружение? Может, какие-нибудь каналы, остатки каналов или еще что-нибудь. А может, какие-то сооружения, предназначения которых мы даже и не знаем, не понимаем. Понимаете, та цивилизация, которая колонизировала нашу планету и проводила здесь этот эксперимент, было такого высочайшего уровня развития, что это 650 тысяч лет назад. Я уже сегодня примеры приводил, что 100 тысяч лет назад найдены вот эти вот 100 тысяч лет назад остатки той цивилизации, которые уже переселились и опять заселили после потопа до Арии. Видите, там эти пружинки приводил. То есть, это нанотехнологии, которые мы только-только начали развивать. А они 100 тысяч лет назад были. А вы задаете вопрос, здание шириной 20 км. Я о зданиях не говорил, я говорю, сооружение. А сооружение, по словам сооружение, можно понять и каналы, и прочее. То, что сооружают. Да, то, что сооружают. И некоторые вещи мы даже и не понимаем предназначения, понимаете. Многие эти исследователи по поводу пирамид в Египте пишут такую иногда хинею. То есть, там уже пишут, что это там Нил, это общая шина, пирамида одна, там генератор, то есть, с электроникой сводят. Понимаете? Очень красивая теория. Очень красивая теория. Поэтому, ну, кто как понимает, поэтому и понимает. Я имел в виду, что это сооружение. А какие? Понять их трудно. Просто, то, что я назвал сооружением, природа под прямым углом не делает. И под углом 45 градусов, там, или под каким-то другим. И разнопланово по высоте, я же приведу пример, посмотреть, там, какая высота от уровня моря. То есть, местность, так сказать, квадрат достаточно большой, но расстояние есть, а тем не менее по высоте отличается. Значит, там и строение или там впадины какие-то. А если это впадина, то там должна быть соответствующая яма. Представьте, как яма. А там четкие границы, да, мы видим, и все прочее. Вот этот пример хорошо показывает о том, как мы друг друга не понимаем. То есть, говорится одно, я тоже здание не слышал, я слышал именно сооружение, и я подразумеваю, что сооружение, то, что соорудило. А человек под сооружением уже воспринимает слово здание, то есть, его воображение нарисовало образ здания. И отсюда вопрос, то есть, непонимание, возмущение о том, что такого не может быть, и выплеск идёт. Вот, не наезжая ни на кого, очень часто соратники начинают ссориться, именно ссориться, ссору выносят, из-за того, что употребляется одним человеком одно слово, другим человеком оно воспринимается как в образ, который для него более подходит. Он слышит это слово, но переворачивает его по-своему. И тогда они начинают говорить о разных совершенно вещах, хотя одно и то же слово произносилось. И вот необходимо, наверное, для себя понять, до тех пор, пока мы не будем понимать смысл наших родных слов, у нас постоянно будут происходить такие казусы, вот такие неприятности. А из этих неприятностей будут вырастать всякие проблемы. проблемы для нашего общества, для наших родов, для нашей державы. Научитесь понимать то, что вам говорят. Включайте приёмник, когда вы слушаете другого, а не будьте передатчиком, когда кто-то говорит, первое. Второе. Когда вы приняли что-то, принимайте так, как вам говорят, а не так, как вы хотите это воспринять. И вот только в этом случае вы будете говорить на одном языке одними образами, одними понятиями. И только в этом случае вы будете друг друга понимать. Только в этом случае возможно будет уйти от каких-то расприй. Вот как-то так. Ещё последний вопрос зачитываю на сегодня и хватит уже. Вопрос из Ютуба от дяди Стёпы. Ведизм признан Омским судом как экстремизм. Делается ли что-нибудь о возвращении нам нашей древней веры? Значит, ведизм не признан Омским судом как экстремизм. Признан, значит, конкретные там четыре книги, которые они признали. Или сколько там, я уж не помню. Все книги славяно-реские. Да, признали, да. А ведизм и он дальше возвращение нам нашей древней веры. Вера – это вера, это две руны. Ведать – Ра. Ра – Свет – Знание. То есть, это две руны, они истолковываются как просветление знаний, просвещение знаниям. Нельзя запретить и назвать экстремизмом желание людей что-то знать, узнавать новое. То есть, поэтому никакой суд не может запретить человеку заниматься познанием нового. Вот такой ответ. Я согласен полностью с Леонидом Григорьевичем о том, что запрещен был не ведизм, не что-то славянское, не что-то еще, а была запрещена конкретная литература. Запрещена конкретная литература за определенные высказания, которые там были упомянуты. Если эти высказывания в следующих выпусках будут убраны, то в этом случае вполне возможно, что эта литература может быть с какими-то изменениями, с поправками, с указанием того, что там было запрещено. Запрещено к распространению. Поэтому вполне возможно, что новые выпуски появятся, и они уже не будут подпадать под статью, вернее, под решение суда запрещения, и все там будет поправлено. То есть это просто, так сказать, литературно-печатный технический вопрос, чтобы убрать то, что там было признано экстремистским, и тогда это может выходить уже в свободном распространении, за исключением того, что уже было признано экстремистским, и тех напечатанных изданий, которые уже были признаны. А новые уже с исправлениями могут спокойно распространяться. Вот это вот такой казус уже тонкости, наверное, судопроизводства, но это, наверное, лучше не мне об этом рассуждать, а какому-нибудь юристу. Вот поэтому как-то так. И естественно, что ни ведизм, ни славянство не может быть запрещено, да и никто им не может запрещать, потому что это та основа, благодаря которой и Европа в свое время стала цивилизованной, и Россия, и те изобретения, которые русскими людьми делались, и много-много чего. И убрать это, это означает, что просто-напросто выбить ту опору, на основе которой строится вся и современная в частности цивилизация, и то, что было у нас, и, думаю, то, что будет. Поэтому запретить это невозможно. Да никто это не запрещал, это сумасшедшим надо быть. Как запретить? А что конкретно запретить оттуда? Ну, какую-то часть, ну, книгу, ну, да, книги запретили, ну, и что? Ну, одни книги запретили, другие будут напечатаны. Мало ли сейчас типографии, которые что-то могут хорошее напечатать. Так что вот так вот. Ну что, будем заканчивать сегодняшний наш эфир. Напоминаю, тема у нас «Человек и Вселенная», появление человека на Земле, мы все инопланетяне, автор-сказитель Фиденко Леонид Григорьевич. Леонид Григорьевич, пожалуйста, в заключении что-то доброе, вечное от себя, нашим радиослушателям, зрителям канала Ютуб. Ну, что я хочу пожелать, так сказать, радиослушателям? Ну, во-первых, поблагодарить, что дослушали до конца, значит, и вот хотел бы пожелать не уподобляться тем людям, о которых тут писали, так сказать, не идти по пути деградации, а воспринимать мир такой, какой он есть, анализировать, делать выводы и думать. Думать — это самое главное. Не быть, не стараться превратиться в биоробота, в конкурентно способного потребителя, с чего пытается с нами сделать политическую систему. Это вот я желаю вам оставаться думающими людьми. — Благодарю. Хорошее пожелание. Я, в свою очередь, в заключение тоже так буквально пару слов скажу. Вот как уже мы сегодня упоминали концепцию общественной безопасности, вот там приоритеты были расставлены, но это всё многие знают, я как-то более просто от себя скажу. дело в том, чтобы как-то победить врага, необходимо сделать следующее — уничтожить его письмена. Это у нас всё существовало, библиотеки горели. Переделать предания. Да, пожалуйста, на каждом углу переделаны предания неоднократно. Дальше. Развратить женщин, превратить их в шлюх. Пожалуйста, современность вам показывает, как женщины себя одевают как шлюхи, как они выставляются на показ и этим ещё кичатся и говорят, что это красиво. Ну и установить свою систему денежных обращений, то есть свою экономику. То же самое вы сейчас видите, что всё подчинено определённому формату денежно-финансовой структуры. И вот вам готов новый мировой порядок. Ничего сложного в этом нет. Всё очень просто, всё продумано, всё очень грамотно. Долго ли это будет продолжаться? Ну так это как в такой детской шутке, а сколько живёт мышка, а сколько захочет кошка. Вот до тех пор, пока люди хотят жить так, как они живут, пока они считают, что по-другому невозможно, что все эти разговоры про древность или какие-то выдумки, что никогда чего-то не было такого древнего, мы всегда были свиньи подзаборные. Вот это всё и будет продолжаться. А вот те люди, которые понимают, что нет, всё было по-другому, что центр развития цивилизации был в других местах, который отличается от того, что очень часто учёные мужи нам представляют, то в этом случае всё как-то по-другому будет развиваться. Только от вашего мышления, от вашего разумения зависит то, как вы живёте, и ни от чего другого более. Вот когда вы позволяете своему разуму спать, включается иной мозг, не в вашем теле, не в вашем роде, который создаёт структуру под себя. А раз так, то вы становитесь в подчинённое положение. Хотите так жить? Никто вам не запрещает, и я вас не запрещаю, и вам это не запрещаю, и вас ничем не призываю. Живить, значит, вам это надо. Не хотите так жить? Значит, изучайте свою древность, изучайте современность, понимайте, осознавайте, как и что делалось. И тогда у вас всё будет происходить так, как должно происходить для вас. Дальше своим примером вы будете показывать, как надо жить другим людям. И чем больше будет таких примеров, тем больше будет светочей. А чем больше будет светочей, тем более светло будет становиться на земле. В конечном итоге мрак отступит, и придёт свет, о котором так долго многие из нас говорили и говорят. Не против кого-то, а для чего-то. Для чего-то? Для света, для благости, для радости, для того, чтобы люди жили в мире. Чтоб каждый человек развивался на земле так, как ему предназначено свыше. Вот какая задача всего нашего русского, славянского мира. Не против кого-то, ещё раз говорю, а для чего-то. Для чего? Уже много раз было сказано. Напоминаю, по одному из современных календарей 21 февраля 2017 года, вторник, по одному из старинных, 32-й день в месяц в юг и стужа, 7525-го лета, третейник, человек и вселенная, появление человека на земле, «Мы все инопланетяне», такова тема сегодняшнего эфира. Автор, сказитель Фиденко Леонид Григорьевич, за что низкий поклон. И я благодарю всех, кто задавал интересные вопросы и прислал интересные реплики как из чата Народного славянского радио, так и из... Народное славянское радио. Всё нужно, всё важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова